Чёрное зеркало Это шоу, которое делает редакция программы «Подробности». Наш очередной выпуск в студии программы «Евгений Киселёв». Здесь вместе со мной журналисты, ведущий подробности Алексей Лихман. Он будет мне принадлежать. Не буду представлять всех. Буду представлять тогда, когда наши гости будут включаться в разговор. Ну а сейчас, собственно, несколько слов о том, о чём сегодня будем вести дискуссию. Было две темы, кто смотрел выпуск «Подробности», уже знают, о каких темах мы будем разговаривать сегодня подробно. Для тех, кто только к нам подключился, повторю. Беспорядки в столице, о которых было очень-очень много разговоров в прессе, в социальных сетях, просто между людьми, понедельник и вторник, и приближающаяся зима. Каждая из этих двух тем, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы попытаться поговорить о них содержательно, спокойно, не срываясь в общий гвалт. И поэтому у нас как бы будет две отдельных части с разными гостями. Вот в одной части мы поговорим про многолюдные протесты в центре Киева, под стенами Верховной Рады и на Банковой, которые сопровождались, правда, это было в основном на второй день, стычками, силами правопорядка, задержаниями и так далее. Вот кто это всё организовал? Зачем? Кому это выгодно? А в другой части оттолкнёмся вот от знакового, на мой взгляд, события. Начало отопительного сезона перенесли с 15 октября на 1 ноября. На самом деле погода тому благопрепятствует, как я уже сказал. Бог тут на стороне Украины, но тем не менее, рано или поздно холода наступит, зима начнётся. И, возможно, уже очень скоро. И, конечно же, это будет самая трудная зима за все 23 года независимости. Есть опасения? Чего же, ребята, вы аплодируете, что трудная зима будет? Не матчу мы аплодируем, а ты должен. Солидарность с мнением, понятно. Вот есть ощущение, что страна, мягко говоря, к этой трудной зиме не вполне готова. И вот как и что нужно сделать, чтобы эту зиму пережить? Вот в чём вопрос. Ведь, особенно на Востоке, там уже много месяцев не работают заводы, фабрики, шахты. Люди не получают месяцами зарплаты. Есть сообщения от волонтёров, ну, совсем страшные о том, что уже зафиксированы случаи смертей пожилых людей с ограниченной способностью передвигаться, которые просто умирают от того, что у них нет продуктов и лекарств. А они не могут выйти. И денег у них тоже нет. Особенно всё это, конечно, касается Востока Украины. Я повторяю, Луганский, Донецкой области. Вот сейчас я для начала хочу подключить к нашему разговору людей, которые собрались в Сватово. Есть такое место в Луганской области. Называется Сватово. Это райцентр. Там на связи с нами Андрей Лащ. Андрей, чуть подробнее расскажите, что такое Сватово и что там у вас происходит. Приветствую, Киев. Евгений Алексеевич, нашу студию сегодня мы развернули в Сватово. Этот город фактически находится в зоне проведения антитеррористической операции и страдает от этого. Потому что аграрии, которые здесь собрались, их либо пекари, они не могут сбывать свою продукцию, выращенную на родной земле. И более подробно об этом расскажет Александр. Это наш первый гость. Подождите, подождите секундочку. Одну секунду, если вы слышите меня. Вот, пожалуйста, давайте уточним. Насколько я знаю, вы же мне это сами перед эфиром рассказывали, что да, Сватово находится в зоне антитеррористической операции, но непосредственно в Сватово никаких боев не было, террористов там нет, вооруженных пророссийских сепаратистов там нет и так далее. То есть в самом Сватово все, как я понял, по крайней мере нет жертв, разрушений, следов войны. Но тем не менее экономические последствия того, что происходит вокруг, очень тяжелые. Я правильно понял вас? Да, Евгений Алексеевич, абсолютно правильно. Это вот феномен города Сватово. Здесь действительно не было ЛНР, пытались провести референдум, но вот благодаря всем этим людям этот референдум не состоялся. И предательство не прошло. И вот теперь фактически, когда здесь не прозвучало ни единого выстрела, снова-таки повторюсь, благодаря этим людям, они теперь страдают. Хотя поддерживали вот всю свою жизнь Украину. И вот люди, которые работают на родной земле, теперь вынуждены, ну фактически, если не ходить с протянутой рукой, то просить вот у власти обратить на них внимание. Мы им в этом сегодня поможем. И вот, с вашего позволения, Александр расскажет, чем именно ему могут помочь в Киеве. Прошу. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, вся Украина. Вопрос прозвучит такого порядка, немножко не по теме вашей придачи. Но нас интересует очень сильно. Подписан закон об особливом статусе Донбасса и территорий. Что это значит особливый статус Донбасса и определенных территорий? Сказала Верховная Рада, а, хай каже и Б, все какие территории? Мы до тех территорий будем относиться, не будем мы до тех территорий относиться. До 7 грудня дань час сепаратистам, чтобы они заняли нас. И административные границы Луганской области. Кто дать на это ответ? Наша местная влада на это ответ не может дать. Это может дать только Верховная Рада, президент, такие законы подписывали. Вот у нас такое вопрос, очень интересное тут все. Нам ждать, что нас окупуют. Мы держали тут границу держали. Сначала стояли блокпосты по Купенскому району. Ирина Константиновна не даст брехать. А мы сохранили тут Украину. А теперь у нас непонятный статус. То ли мы будем там, то ли мы там не будем. Хай дадут кто-нибудь ответ. А у меня, кстати, встречный вопрос. Да, да, да. Разрешите. Вы понимаете, вот здесь у нас, к сожалению, нет в студии Петра Алексеевича Порошенко. А так бы замечательно можно было бы этот вопрос ему переадресовать. Но у меня такое есть подозрение, что нашу программу внимательно смотрят, в том числе и в администрации президента. И я надеюсь, что на этот вопрос будет рано или поздно ответ получен. Но у меня встречный вопрос к господину мэру. Вот скажите, пожалуйста, я, например, сегодня внимательно очень наблюдал за сообщениями из Милана. И как-то в наших средствах массовой информации, на мой взгляд, эту тему немножечко упустили. А вот, скажем, западные журналисты все время пишут о том, что во время переговоров между западными лидерами Порошенко и Путиным, в частности, на рабочем завтраке, который был сегодня в начале Миланского форума, все время обсуждалась тема предстоящих выборов, местных выборов на Востоке. Вы извините, что я немножечко так подробно говорю, но здесь важно на это, на мой взгляд, обратить самое пристальное внимание. Вот Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, все время, как говорится, бил в одну точку. Послушайте, значит, если вы хотите, чтобы мы там облегчили санкции или сняли их в какой-то отдаленной перспективе, вы, господин Путин, должны сделать так, чтобы на Востоке были только одни выборы. Те, которые объявлены правительством Украины, ну, правительством в широком смысле слова, я имею в виду, украинской легитимной властью 7 декабря. И должны повлиять на то, чтобы никаких выборов 2 ноября не было. А Путин, как я понимаю, все время от этой темы пытался уклониться. Как сейчас принято говорить, с этой темы съезжал. И никаких гарантий того, что Россия не будет поддерживать вот эти вот незаконные выборы, которые руководители ЛНР, ДНР, так называемых, назначили на 2 декабря, не дал. В этой связи вопрос. Вот как у вас? Что у вас будет 2 ноября? Ожидаете ли вы попытки организовать там какие-то, я не знаю, самостийные избирательные участки со стороны ЛНРовцев, ДНРовцев? По соседству с вами, что будет происходить? Расскажите, пожалуйста, очень интересно. Послушайте, дорогие мои украинцы, Сватово есть и будет украинским городом. У нас закон пишется с большой буквы. И мы неотъемлемая часть Украины. Мы тяжело, напряженно трудимся все последние годы. И сегодняшние разглагольственные о децентрализации, о каких-то статусах нас не интересуют. Пускай государство нам поможет, чтобы законы исполнялись. Выборы мы проведем ответственно. Выберут лучших людей, тех, которые думают и смотрят не в вашем кривом зеркале десятилетиями на все эти лица и рожи, которые до сих пор качают газ. Господин Майор, а у меня сразу уточнение. У меня к вам есть. Да, господин Майор, Андрей, 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 у меня есть уточнение господину Майору, это Алексей Лихман. А к выборам, которые будут проходить 26 числа, вы готовы или нет? В каких условиях вы их будете проводить? Состоятся ли они в вашем Сватово? Прошу. Да, Леша, спасибо. Выборы президента Украины состоялись, выборы депутатов, Верховный Совет, законодательный орган состоятся. У нас мир, ситуация напряженно стабильная, потому что вы там все в Киеве буксуете. Вы не знаете, что провинция кует в мир, работает 24 часа на мир. Мы любим и ценим Украину. Дайте нам возможность жить, дайте формировать бюджет. Ваши реформы звучат назойливо и гнусно. Они должны, как и бюджет, формироваться снизу. Законы должны исполняться повсеместно и всеми в одинакой степени. Все в Украине должны быть равны. Что конкретно? Спасибо, господин мэр. Вот я ничего согласен. Мне кажется, уже пора дать ответить нашим гостям. Да, да, ну хотя бы одно слово скажите, Андрей. Вот просто одно слово, коротко. Что самое главное, что вы сейчас хотите получить от центра? Мы хотим, чтобы нам помогли законы должны действовать на Украине. Те, которые приняты, закон должен писаться с большой буквы. Одинаково для всех. Я не понял. Я не понял. Еще раз. Все-таки, а если конкретно? Вы извините меня. Это общие слова. Это общие слова. Конкретно? Конкретно у нас на сегодняшний день проблем предостаточно. Начиная от формирования бюджета, от пробуктового казначейства, от того, что мы не можем обеспечить жизнедеятельность, потому что головные предприятия находятся в Луганске. А с маями мы говорим, дайте, чтобы у нас водоканал был местным. Дайте нам возможность взаимодействовать с монополиями. А вы крепаете деньги, проводите для чудаков выборы, заявляете о каких-то реформах. Мы готовы к реформам. Мы готовы к радикальным переменам. И сами в состоянии думать, работать, хранить и крепить мир на нашей Украине. Вот смотрите, вопросы прозвучали. Кто-то в зале из гостей готов ответить, кто бухсует, почему бухсует. Так, пожалуйста. Ну вот бывшего исполняющего обязанности губернатора. Как бы вам и карты в руки. Я хочу сказать, что действительно эти люди, которые сейчас стоят на площади, это действительно патриоти Украины. Потому что именно они выбрали независимость Сватова. Потому что тогда, когда ушла украинская армия, они помогали им. Они строили блокпости. Они кормили армию. И мэр. И Сватовская самооборона. Вы знаете, я душой и сердцем сьогодні с вами. Потому что вы действительно герои. И поэтому нам было тяжело провести эти президентские выборы. Я знаю, и вы знаете, это я. И я знаю, что именно в Сватово пройдусь нормальные парламентские выборы. Потому что вы сделаете все для того, чтобы эти выборы произошли. И эта территория подконтрольна украинской армии. И они очень доволены этим. Но правильно, Александр, хвилюет та тема, что подписанный закон про особенный статус Донбасса. Я категорично против. И только был проект, который вынесен в Верховную Раду. Я понимала, что это делят украинцев на одних и других. Не можно делить Донбасс. Так, подождите, Ирина Константиновна, я вас вынужден перебить. Я обращаюсь к Ирине Веригиной, которая, как я уже сказал, исполняющая обязанности губернатора Луганской области была до недавнего времени. А сейчас она кандидат в депутаты по списку партии Баткевщина. Ирина Константиновна, уважаемая, пожалуйста. Простой вопрос. Вы, как бывший его губернатор, можете сказать, вот данный конкретный населенный пункт, райцентр Луганской области, он будет относиться к числу этих самых особых районов? Я надеюсь, что нет. Но это я надеюсь, потому что Минские угоды никто не видит. И сейчас хочет сделать линию обороны, линию фронта, или буферную линию, та, которая проходит. Сватово, я считаю, что она будет на этой территории, которая под контролем на украинской армии, потому что они выбрали эту независимость. Но как будет тем людям, которые находятся на этой территории, в месте угоди, их не видел ни один политик, их не видел, где и когда будет проходить линия. И поэтому это людей очень хвиляет. По всей Луганской области, как на этой территории, так и на другой. Потому что людей оставили их батьковщины. Людей оставили право выбора. Мы немного забыли все же о главном вопросе, который оттуда прозвучал, об обвинениях, кто буксует, что буксует и зачем это делают. Все подключаются к разговору. Почему только Ирина Константиновна? Можно я, можно я дополняю? Да пожалуйста, у всех микрофоны открыты. Я хочу кратко ответить на то вопрос, которое я подвучал. Как вы начинаете говорить, сразу вас все слышат. За логикой так званого закону про особенный статус Донбасса, Сватово действительно не относится до этих окремых районов. Это за логикой. Но на самом деле, на сегодня никто не визначил эти так званые окремые районы Донбасса. В законе, если я не помиляюсь, написано, что это должна сделать Верховная Рада. Так, она должна сделать. Но там еще были замены, или керевница АТО, и мы до сих пор даже все знаем. Закончилась Верховная Рада. Отже, статус так званых особенных районов визначен Верховная Рада. И так, как мы читаем этот закон, то это должны быть те районы Донбасса, которые сейчас под контрольны боевиками. И там Порошенко запропонировал в законе провести какие-то выборы. А потом тот самый Порошенко сказал, что выборы придут на Донбассе только там, где будет майоритой украинский прапор. И тут мы все совсем запутали. Так, будут там выборы, или там не будет выбор? Ну вот прапор и рейс. Там просто невозможно провести выборы на этой территории, которая окупована. Там просто невозможно. А теперь вопрос. Зато там их легко фальсифицировать. Правильно. А теперь возникает, шановные друзья, одно вопрос. А эти районы Донбасса, которые сейчас под контрольны украинской влады, згідно с законом, там будут выборы местные или нет? Нет. А где же они тогда будут? И на самом деле, этим законом мы настолько заплутали ситуацию, что он просто не может начать работать. И что будет? Мы сегодня уважно смотрели, что происходит в Милане. План Путина есть ясный. Двои власти, создать двои власти. Вот план. Правильно. План Путина выборы 2 ностопада провести, и выборы 7 грудня взорвать. И идти по абхазскому сценарию, и на второй день так называемые выборы депутатами какого-то совета проголосить незалежную Донецкую и Луганскую республику. После этого замороженный конфликт, и тут ясно, что хочет Путин. Но мы не совсем понимаем, чем Украина отвечает. И тут нужно четко и ясно запитать, в первую очередь, президента Украины, а какая стратегия Украины есть в этом плане. Вот тут у нас есть проблема. Потому что, на самом деле, этот закон выполнять не возможно. Поэтому депутаты громадянской оппозиции голосовали против этого закону, и не в такой способ. Понятно, ваша позиция понятна. Можно не голосовала за этот закон? Самое главное из того, что прозвучало... Это Александр Вилкул, кто не знает. Кандидат в депутат от оппозиционного блока. Это то, что Сватова это Украина, и там нет войны. Но для Сватова сейчас характерны те же проблемы, которые есть во всем государстве. Первое. Это огромное количество беженцев. Я очень неплохо знаю ситуацию именно на таких территориях, потому что мой фонд «Украинская перспектива» возит достаточно большое количество гуманитарной помощи и в Мангуш, и в Славянск, и в Счастье. В том числе, мы возили и в Сватово в августе. Кстати, уважаемые коллеги, земляки, на следующей неделе, во вторник, в среду, придет очередной груз гуманитарной помощи. Это будут продукты, это будут медикаменты. Кроме этого, огромная проблема в том, что сказал ведущий очень правильно. Аграрии собрали урожай, невозможно этот урожай сегодня вывезти. А это разрывается вся цепочка, это значит, что люди где-то не получат хлеб, не смогут испечь хлеб. Это все огромные проблемы, которые характерны для всех. Еще в июне месяце мы обратились к президенту Украины с предложением о создании национального гуманитарного штаба, и тогда это были только прогнозы. То есть сегодня гуманитарная катастрофа распространилась уже реально на всю Украину. Теперь касательно того вопроса, который был задан. Реально, для того, чтобы мы жили в единой Украине, оппозиционный блок, за то, чтобы Украина была единой, мы не хотим ни в коем случае ни одного квадратного метра нашей территории никому отдавать. Реально необходимо смотреть комплексно на всю страну. Передача власти регионам, полномочий регионам, нужна для всех. Она нужна как для Западной Украины, так и для Донбасса, так и для Центральной Украины. Мне кажется, Вадим с вами не согласен. Это и бюджетная автономия. Это и бюджетная автономия. Я не лозунг. Я хочу аналитику. Правильно, мэр сказал, бюджеты должны формироваться снизу. Это выборы руководителей территории, для того, чтобы не назначались непонятные люди. А деньги, вы все-таки могли выбрать. Простите, Александр Юрьевич, что перебиваю, но вот я так понимаю, что банальная проблема у людей есть. У них нет денег, вот этих вот самых проклятых бумажек, А у них их и не может быть. Да, у них их и не может быть, потому что в этой системе не может быть. Сегодня все деньги сходятся в Киев, и потом все ходят с протянутой рукой. Правильно мэр сказал, что они не готовы к зиме, не готова к инфраструктуре, потому что сейчас 35 миллиардов денег, которые принадлежат селам, районам, городам, заморозило центральное правительство. Так это на самом деле все и есть. Очень важно, очень важно, это гуманитарная автономия. Каждый пусть говорит на языке, на котором хочет, и каждый пусть празднует праздники, которые хочет, и ставит памятники, которые хочет. Например, для нас, для представителей промышленных регионов, никогда Великая Отечественная война не станет сторонним. Мы уже запознали с этим. Это было надо раньше. Если бы это раньше сделали... Можно? Да, да. Понимаете, это все надо было раньше. Если бы мы это сделали раньше, не было бы того, что сегодня есть. Мы уже не раз это исправили, Вадим. Мы один раз исправили. В пятом году вы написали в учебниках, извиняюсь, в пятом году в учебниках написали, что место Великой Отечественной войны было написано Вторая мировая война на территории Украины. Это мы уже один раз исправили. Понимаете? Уже Великая Отечественная война, у нас уже... Секунду, порядок в студии. Умоляю, давайте не возвращаться в дискуссии десятилетней... Правильно, я в этом хочу уже... Когда одни были при власти, говорили, что другие непрофессиональные, потом другие приходили во власть и говорили, что те профессиональные непрофессиональные. Поэтому, опять же, в результате, в результате потеряли. Понимаете? Давайте о будущем, о том, что надо делать. Потому что будущее... Понимаете, это уже война. У нас уже новая война будет. Уже надо в учебниках будет писать, какая это война была. Так? Это первое. Во-вторых, я все-таки... Да, историю оставим историком, да? Да, историю историком оставил. Все-таки надо действительно отдать должное Ирине Веригиной. Она в самое сложное время была исполняющей обязанности с этим губернатором Луганской области. Так? И удержала ситуацию так. Это два. Третье. А теперь... А теперь что будет? Давайте так. Вот будем реалистами. 26 октября мы проведем выборы там, где сможем провести. Парламинские выборы. Так? На территориях, которые контролируются этими ребятами, боевиками, сепаратистами, мы там выборы не проведем. Второе. Они проведут свои выборы. Это два. Друга листопада. Они проведут свои выборы. И будут у них уже, так бы мовы, напив логитым на ЗИГ точке зору Влада. Третий момент. Придется нам договариваться с ними, как провести выборы 7 декабря в местные органы власти на этой территории. Либо не проводить. Это три. Четвертый момент. Вот здесь я не согласен, Тарас, с тобой, что это Абхазия, Приднестровье и так далее. Понимаете? Там 300 тысяч человек, там 600 тысяч человек, там элита была управленческая. Абхазия это этнический анклав. Он солидарен. Тут же в Приднестровье были красные директора, которые могли управлять этой территорией. 4 миллиона человек. Какая огромная территория. Так? Какие 10 крупнейших предприятий на этой территории. А управлять некому. Потому что кто там, кто этот, Плотницкий или Захарченко, кто они такие? Кто они такие? Это вообще пришли к власти люди. А они еще есть? Мне кажется, Захарченко уже... Нет, нет. Это новый Захарченко. Это управлять они не могут. Поэтому. Замораживать конфликт никто не хочет. Европа не хочет. Мы не хотим... Нет, и Путин даже скажу не хочет. Потому что на границе у него черные дыра и так далее. Поэтому. Поэтому. Нет, нет. Как раз не потребно, потому что он тогда должен управлять. Он управляет. Вывод какой? Никто не заинтересован в заморозке. Поэтому. Мы должны помогать этим людям. Мы должны им платить зарплаты, платить пенсии и так далее, и так далее. Как будто это наша территория. Эти не справятся, ребята. Надо бороться за людей, которые там. Эти сепаратисты, они не умеют управлять. Это первое. И второе. Вырывать выборы 7 декабря. Торговаться с Путиным. И Путин торгуется с Западом. Почему сегодня он не дал никаких ответов? Он торгуется, потому что сам сын хочет, чтобы сняли с него. С России сняли санкции. Он пойдет на то, чтобы оставить этих людей, только когда санкции будут сняты. И последнее. А Запад говорит, санкции не смеет, пока вы не объедете. И второе. Он не может сегодня сказать, что я против выборов 2 ноября, потому что что ему скажут в России? У него тоже есть внутренняя невидимая позиция националистическая. И что ему скажут там внутри? Но он не может сказать, что он против выборов 7 декабря, правда? Он не может. И то можно молчать. Не, не, правильно, он не может сказать. Поэтому, еще один момент. Он не может сегодня сказать, я запрещаю вам выборы. И Захарченко не может, потому что какого-нибудь казак Казицын там, или казак Дремов, против Захарченко пойдут. Там же банды одни. Там же бандитская нахи. Там Атаманчино, да? Атаманчино, как то. Атаманчино, совершенно не бандит. Поэтому, еще раз говорю, поэтому, действительно, надо сделать все, чтобы эти территории оставались в составе Украины. Делать вид, что они пока наши, территории не будут наши. Платить деньги и так далее, и так далее. Понятно. И торговаться. Вадим заговорил о том, что нужно платить. А Ирина Акимова все время в седевом жил. Вот и меня и говорит, я хочу сказать о деньгах, пожалуйста. Ирина Акимова, она теперь возглавляет аналитический центр «Новая социальная и экономическая политика». Хочу продолжить слова. Вот какая новая социальная и экономическая политика, на ваш взгляд, должна быть в отношении вот прежде всего этих регионов? Прежде всего, эти регионы должны остаться в рамках территории Украины. Это означает, что население, которое там живет сейчас, ведутся бы и не ведутся бы, но должно иметь возможность удовлетворять все свои потребности, получать все свои выплаты. Вернусь к словам Вадима. Вот здесь политиков будет интересовать, конечно же, подготовка выборов. Но я думаю, что людей, которые живут на этих территориях, очень волнует получение заработных плат, пенсий, пособий, возможность купить продукты в магазине. И вот мы говорили сейчас о законе, о специальном статусе. Этот закон не продвигает вперед в решении этого вопроса, потому что он оставляет абсолютно открытым вопрос, а как же будут формироваться бюджеты на одних территориях без специального статуса и на вторых территориях со специальным статусом. Как будут собираться налоги, кем? Кем будут выплачиваться заработные платы? И поэтому очень странно звучат заявления, например, со стороны премьер-министра, который говорит, мы не будем платить заработные платы на территориях, где нет украинского флага. Подождите, премьер-министр, ну он же тоже живет в парадигме предвыборной борьбы. Он же у нас участвует в этих выборах. Я думаю, что исполнительная власть должна жить не в парадигме предвыборной борьбы. Исполнительная власть должна обеспечивать жизнеспособность людей. Решения, которые мы сейчас принимаем, принимая и подписывая законы, о которых сейчас идет речь, влияют на конкретные жизни людей. И если мы будем относиться к ним просто как к политическим лозунгам, которые необходимы для того, чтобы пустить политическую пыль в глаза, люди будут страдать. Вот я бы хотела обратиться к жителям этого города и спросить, а есть ли у вас сейчас задолженности по зарплате и в бюджетной сфере, и в небюджетной сфере. И спросить мэра, насколько сложно ему сейчас реализовывать все выплаты. Либо этих вопросов нет. Давайте сейчас этот вопрос... Вы вопрос слышали, Андрей? Абсолютно точно. И у нас уже готов ответ. Мы внимательно слушаем дискуссию. И вот предлагаю послушать, как реагируют жители Сватова. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Украина. Я хочу сказать такую вещь. У нас в Сватово закон соблюдается. У нас в Сватово оплата идет по энергосети, по газу, по всем. Но мы вас просто просим, уважаемое правительство, дайте полномочия местной власти, чтобы не был Луганск, вода, тепло, рез, газ. Чтобы все было во владении тут, чтобы не подчинялись, чтобы казначейство не ждало откуда-то помощи, а на месте. Налог заплатил, допустим, фермер или кто. Оно на месте остается. Оно куда? Детский садик. Кстати, у нас детские садики все отопились. Поэтому, пожалуйста, если будут такие депутаты Верховной Рады, как у нас рыбалки, Вене Викторович, то когда все будут довольны. У нас еще есть жительница, кстати, Луганска. Давайте послушаем вот ваше мнение, прошу. Вы знаете, я жительница Луганска, меня зовут Наталья, и я вважаю, что у нас чітко Донбасс чітко сдали. Иншой думки мы не имеем. А кто сдал? Кто сдал? Ну, по-перше, сдала влада, сдал президент цим ганебным законом. Бо фактично я и много кто здесь, мои друзья, тут находятся, эти люди остались без домов. Это именно мы стояли там на Майданах, выборали украинскую независимость, выборали единую Украину. И сегодня мы остались без домов. Мы остались, для нас уже не стоит вопрос, если будет тепло, или не будет тепло. Мы не знаем, что мы вообще будем всю зимку жить, просто жить. Вот скажите, пожалуйста, как это вопрос нужно сегодня нам решать? Это первое. И второе, вы знаете, самое такое пристойное, что мы тут слышали, когда пан Билков выступал, так это была ганеба, а так набагато гирше в адресу. Бо саме ваши коллеги, которые там в оппозиционном блоке сейчас в Переклонной Раде идут, они... Надо решать постепенно. Вот, что мы говорим, что жители реагируют вот так. Андрей, Андрей, одну секунду. А все-таки насчет задолженностей. Мэр, можешь ответить? Конечно. К вашему вниманию, дорогие друзья, это пагубная практика ручного управления казначейством, задержка, централизация в одних руках, различные дочерние фирмы, которые возле монополии присутствуют. В Сватовском районе есть газовое месторожение, а некоторые власть имущие до сих пор качают газ и ложат в карман деньги. Это гребаная иллюстрация где? Почему сидят прокуроры, которые клепают себе копейку? Почему вы уничтожили... Господин мэр, но простой вопрос я задал. Есть задолженности перед вами или нет? Да. И какой их размер? У нас задолженности только тех предприятий. Коммунальное хозяйство Сватова работает, но есть предприятия, которые до сих пор на сегодняшний день централизованно подчиняются Луганску. До сих пор. Луганск вода с ихими концессиями, областной собственностью. С 2002 года мы просим отдать и отвечать перед жителями за качество воды, за все услуги. А вот там сидит Вилкул. Я помню, как вы в Кривом Рогу строили мостики. Ваши мостики знаете нам, чем вылились? И ваша боя за свою власть? Вы довели Донбасс до того, что на сегодняшний день все происходит здесь. Вы довели Донбасс в руин. От шахтера до хлебороба. Знаете, здесь в Киеве разные большие политические страсти говорят о сложные термины. Нам обещают какие-то реформы, причем обещают и в 2020 году, и в 2025 году. Это такая манипуляция для того, чтобы снять власть из себя ответственно за то, что происходит в 2014-2015 году. О каких мостиках, сказал мэр, я теоретически не понимаю. Даже теоретически не понимаю. А практически. Значит, могу сказать одно, а практически тоже. Могу сказать одно. Я 20 лет работал в промышленности. От помощника машиниста-экскаватора до генерального директора. Выплачивал годичные задолженности по зарплате. Потом 4 года был губернатором Днепропетровской области. 24% рост производства, 120 детских садиков и нормальные построенные дороги. И потом полтора года был вице-премьер-министром. У нас 4 года были стабильными коммунальные тарифы. Внедрались нормальные проекты, реализовывались. И в прошлом году мы нормально пережили зиму, несмотря на то, что две трети облгосадминистрации по стране были захвачены. То, о чем вы сказали, я не понимаю. Вообще даже теоретически. Если говорить про то, что вы говорите про коллег, то вы, наверное, задаете вопросы коллегам. Я могу за себя ответить, а какие-то фантастические вещи говорить не могу. Полясаю. Нестер Иванович, вы, кстати, извиняюсь, в какой-то момент перебили вас. Если что-то не успели сказать, не успели. Здравствуйте, Сватов. Здравствуйте, студия, телезрители. Вы знаете, для меня и Сватов, и Луганск это Украина. Была, есть и будет всегда. Это главное. И, понимая, что произошло в Луганске и в Донецке полгода назад, не случайно мы выехали в зону военных действий и все-таки смогли посадить тех людей, которые контролировали еще не Луганск, а только здание СБУ в Луганске, не Донецк, а только один из этажей Донецкой областной администрации. И контролировали несколько районных центров, в том числе Славянский Краматорск. И мы смогли организовать диалог. Тогда погибло, к сожалению, погибло 57 граждан Украины за все время трехмесячного противостояния. Два с половиной месяца. И этот диалог начался. Мы смогли привести группу ОБСЕ Украина-Россия, посадить их вместе с представителями ЛНР и ДНР, и начался диалог. 1 июля начали военные действия. С авиацией, с тяжелой техникой. Я не буду говорить, с какой стороны было больше, с какой стороны было меньше. Было с обоих сторон. Результат – тысячи погибших. Тысячи погибших. Разрушена экономика от двух регионов. 10% падения внутреннего валопродукта. Я тогда предупредил. Ребята, вы доиграетесь в войну, обвалится гривна, обвалится экономика. Но знаете, что самое интересное в этой ситуации? И самое страшное, и самое позорное. Я же работаю в бюджетном комитете. Немножко разбираюсь в этих вопросах. Я сделал запрос в Министерство финансов. Точнее, они каждый месяц создают нам отчет о выполнении государственного бюджета. И здесь держитесь. Как вы думаете, какой процент выполнения доходной части государственного бюджета в этом текущем войну, в этом текущем году, когда все списывается на войну, 97,6%. На 13 миллиардов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. И я здесь по праву понимаю мэра города, который задает вопрос. А где деньги? Деньги в Киев поступают с таких городов, как Сватово, Кривой Рог, Ивано-Франковск, Ужгород, Георгия. А обратно не возвращаются. А обратно не возвращаются. Почему? Теперь они заморозили пенсии, на уровне 2013 года. Да, Вилкул их установил. Вилкул установил те стипендии, которые и сегодня выплачиваются. Скажите, вам за год повысили стипендии? Нет. А должны были? Вы хотите, чтобы ваши стипендии были больше? Да. А скажите, год назад вы за вашу стипендию могли больше купить? Да. Безусловно. То же самое с пенсией. 949 гривен минимальная пенсия всего. Секунду. Я извиняюсь, я закончил. У государства есть деньги выполнить норму Конституции. Они признали, что 20% официальная инфляция. И они могли это проиндексировать. Они обязаны были это сделать. Они могли поднять минимальную зарплату и поднять нашим студентам стипендии. У них для этого деньги есть. Если они будут стены строить, как они построят эту свою дурацкую стену Про стену мы уже тут все обсудили. Я извиняюсь, я не говорю. Мне кажется, даже к этой теме мы не совсем согласны. Если есть деньги, почему их не дают людям? Окей. Ирина Веридина. Спасибо. Ирина Веридина. Еще раз. Вы знаете, то, что происходит, те люди, которые сейчас стоят, они так и все не понимают. Потому что что сегодня хвилюют этих людей? Первое. Это особенный статус Донбасса. Это порушение Конституции Украины. Мы начали порушивать эти законы. Кто вы не вы питаете? А вы и кто зрадил Украину? Зрадили все депутаты, которые проголосовали за окремный статус Донбасса. И, до речи, голосовали при включенном табло, и мы зрадников не видим. И, друге, те люди, которые подписали и президент цей закон. Потому что люди сейчас хвилюются, им не надо куда идти. А это тысячи луганщан. Это первое. Эти люди хвилюются, потому что переселенцам не выплачивают даже те 400-800 гривен, которые обещали. На эти ночи была принята постанова Уряда и с 1 жевня был принят закон про переселенцев. 1 жевня был принят этот закон. Про этот закон говорили 5 месяцев. Уряд говорил, дотянул до выборов. Механизма законов нет. Тарас Степанович, извините, в следующем чате обязательно продолжим этот разговор, но сейчас просто у нас есть буквально несколько минут, чтобы поговорить с Сергеем Тарутой, который на связи с нами из Мелитополя. Я напомню, кто не знает, простите, извините, ради бога, из Мариуполя оговорился. Так вот, теперь уже бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарутой к нам подключился. Скажите, пожалуйста, как вам видится, что сейчас самое главное, что нужно сделать для того, чтобы преодолеть то тяжелое социально-экономическое положение, в котором находится Донбасс? Первое, добрый вечер. Первое, необходимо закрыть границу, и я считаю, что это самое главное, чего должны достигнуть политики, как наш президент, как президент России и остальные страны. Мы остальные проблемы решим очень быстро. Второе, чтобы правительство и руководство страны не отказывалось от тех граждан Украины, которые находятся в оккупированной зоне. Они так страдают, потому что живут под гнетом боевиков, и наша задача государства помочь каждому, кто находится на той территории. И все? Других срочных дел нет? Нет, сделать очень многое нужно будет. Я как бы... А? Других сделать... Нет, нужно очень многое сделать. Нужно, конечно же, сейчас, сколько уже идут выборы, необходимо обеспечить прозрачные, честные выборы, также необходимо организовать местные выборы на всей территории Донбасса, и в Луганской области, и в Донецкой области. Господин Тарут, а как можно организовать прозрачные выборы на захваченных территориях, я прошу прощения? Как вам это видится? Вы бы смогли это сделать, вы бы с этим справились? А в минских договоренностях написано о том, что... Нет, в минских договоренностях сказано о том, что эта территория должна руководствоваться законами Украины. Если она будет работать под законами Украины, то, естественно, и мы обязаны обеспечить прозрачные и честные выборы, а Россия нам должна в этом помочь. А если не поможет, Сергей Алексеевич, то тогда? Судя по сегодняшним событиям в Милане, Владимир Владимирович реакция всех тех гарантов, которые должны нам помочь в этом конфликте. Вот у меня здесь сидит журналист Олег Габриевич, он еще ни одного слова не проронил. У вас есть вопросы к Сергею Алексеевичу? Почему вас убрали? Мы с вами общались тогда, помните, у вас были такие планы серьезные на то, чтобы восстановить Донбасс? Почему вас убрали? Ну, это вопрос не ко мне, это вопрос к президенту Украины, он формирует свою команду. Он имеет право на формирование своей команды. Понятно, что... А вы сами как думаете, почему? Я слышал, потому что вы много критикуете власть. Потому что Сергей Алексеевич не генерал. Я всегда открыто говорил о своей позиции. Я всегда говорил президенту о том, что если ему нужна команда, а каждый губернатор это его команда, то он должен согласовывать все вопросы, связанные с судьбой территорий, со своей командой. А когда принимаются решения самостоятельно, то ему эта команда не нужна, и я об этом говорил, поэтому я в том числе и хотел, чтобы минские договоренности были предварительно согласованы, в том числе как минимум с двумя губернаторами Донецкой и Луганской области, чтобы мы могли всем объяснить, что же является суть этих договоренностей. А когда жители спрашивают, а мы не знаем как комментировать, когда мы видим о том, что эти договоренности противоречивы, с одной стороны территориальная целостность является красной чертой, и Россия соглашается о том, что наша территория является незыблемой, с другой стороны там указана какая-то буферная зона. Если эта территория работает по украинским законам, тогда, пожалуйста, мы должны полностью обеспечить функционирование всех органов власти на всей территории. И выборы должны проводиться тогда на всей территории. Если это не обеспечивается, если каждый день провоцируется, каждый день постоянно идут обстрелы. До сорока, до пяти провокаций. Это означает полное игнорирование минских договоренностей. Вадим, у вас вопрос, Да, у вас вопрос, да? Да, Сергей Алексеевич. Это вопрос от Вадима Карасева, Сергей Алексеевич. Послушайте, пожалуйста. Первый, понимаете, лучше вот такие договоренности, чем война, вообще никаких договоренностей нет. Цепация такая противоречивая, понимаете? Вопрос, у нас очень мало времени. Вопрос такой, как вы относитесь к тому, что президент вот вместо вас и вместо Ирины Веригиной назначает генералов милиции, внутренних войск на должность губернатора. То есть генералов губернаторов. Генерал губернаторов. Вы одобряете вот такие принципы кадровой политики именно к этим регионам? Именно к этим регионам. Спасибо. Хорошо. В отношении мира я прошу Вадима прочесть очень хорошую статью от 16 июня, где Новодворская написала «Худой мир». И там все очень правильно написано и в том числе отражение той ситуации, в которой мы сегодня оказались. В отношении губернаторов мое понимание, что должны быть хозяйственники, понимающие суть проблемы, так как разваливается экономика двух очень важных для страны территорий. И здесь военных, поверьте, достаточно. Здесь военные больше не нужны. Я прошу в отношения Тарас Кипанович, вопрос у вас? Не питание. Но здесь нужен хозяйственный экономик. Не питание, я хочу просто высловиться. Понятно, реплика. Вадим сказал одну фразу, по которой я готов подписаться. Вот сколько у меня будет сил, столько раз подпишусь, что любой худой мир лучше той войны, что была. Но у меня возникает вопрос, как у человека, который семь раз был в зоне АТО и сделал все, чтобы добиться первого перемирия, зачем надо было начинать дать команду огонь 1 июля, и чем сегодняшнее перемирие, во время которого погибло уже около 100 людей, человек переадресу вопрос, чем это перемирие отличается от того. Поскольку все-таки Сергей Алексеевич человек, которого надо долго уговаривать прийти в начале, он ну не медийный, скажем так. Сергей Алексеевич, скажи, была необходимость нарушать то перемирие ради этого перемирия, только между двумя перемириями десятки тысяч погибших людей и два разрушенных региона. Вопрос от Нестера Шуховича. А вы помните, кто стоял в 9-го и 30-го возле администрации президента? Сергей Алексеевич. Комбаты стояли и требовали войну. Да, я считаю, что если у нас был сценарий мирного урегулирования всех проблем Донбасса, то мы должны его были изначально реализовывать. И не нужны были такие огромные потери и военной силы, и мирного населения, и разрушенных городов. Нам нужно было тогда договариваться. И я думаю, что, наверное, у нас было больше возможностей на тот период иметь лучшее условие, чем то, что мы имеем сейчас. Сожжено. Спасибо большое. Спасибо большое. Это был на связи нами в прямом эфире бывший губернатор Донецкой области, бывший глава областной госадминистрации Сергей Тарута. Все остальное в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю вас за аплодисменты, друзья. Я напомню, программа подробностей представляет очередной выпуск нашего политического ток-шоу «Черное зеркало». Переходим к следующей части разговора. Еще раз напомню, здесь у нас в студии политики, журналисты. На связи с нами можно сказать импровизированные наша студия под открытым небом в Луганском райццентре Сватова. Я обещал дать слово Тарасу Стецькову. Шановные коллеги, давайте по порядку. Вот существуют минские договоренности, хай поганые, но какие-то договоренности. Иснует их выполнение. Так, Украина выполняет, Россия нет. Это первое. Другое, боевики уже заявили, что они не будут выполнять закон про особенный статус. Раз. Проведут выборы 2-го листопада 2-го и взорвут выборы 7-го грудня 3-го. И давайте быть реалистами. Если ситуация остается такая, как она сейчас, когда третина Донбасса не контролируется в украинской территории, то план боевиков работает, а план Украины не работает. Украина не может там застерегить выборы 2-го листопада и не может провести выборы 7-го грудня. И что мы получим? Мы получим по факту замороженный конфликт. Вигедный оберут в органы влады и они будут принимать решения такие, какие захочут. А для жителей Донбасса проблема поступает зимы и подготовки до опалювального сезона. И если на территориях как у Сватова, которая контролируется украинской стороной, там еще можно подготовиться до опалювального сезона, то что делать на той части Донбасса, которая разбомблена российской артиллерии? У вас есть ответ? Что надо делать, чтобы спрятовав план Украины? Путин поважает только силу. И Украина рано или поздно вимушена будет силой от воевания Донбасса. Вот так. Пожалуйста. Вы знаете, я поддерживаю Тараса. Стосовно того, что происходит сегодня на Донбассе, сегодня перемирия нет. Там сегодня продолжается война. Все минские угоды, все они порушены. И я уверена, что 7 грудня выборов не будет. Путин с Путином добавлятись неможливо. Потребно вводить серьезные санкции, нужно давить на Россию. И если Путин выведет свои войска, тогда мы сможем там в порядке. А если не выведет? Там будет гуманитарная катастрофа. Там будет, по-перше, гуманитарная катастрофа. Там до земли не можно выводить. Вы знаете, может, он не хочет, но нам нужно вступать в НАТО и нам нужно говорить с Путином только с стороны с ними. Мы приехали. Ну, Ирина Константиновна, не собирается НАТО в свои ряды в Америку и каже что у нас мир, у нас нет войны, у нас нет замороженного конфликта, у нас все добре, то действительно нам никто не помогает. А если мы будем сказать правду людям, что действительно происходит сегодня на Донбассе, и мы будем говорить о проблемах этих переселенцев, которые там стоят, а эти тысячи, я сейчас езжу по Украине, я вижу, до меня приходят тысячи семьи, которым нет где жить, которые не знают, как им жить, у которых будинки, квартиры, все там залишилось. И справа в том, что уряд не думает про этих людей, их уряд кинув на призволящее, потому что уряд сейчас занимается политикой и выборами, а если это уряд Камиказа, то они должны заниматься этими людьми, те, которые там стоят. И так же не только переселенцами, а также готовиться и к зиме, потому что у нас шахты разрушены, у нас полностью у нас неизвестная вугольная промышленность, и поэтому все разрешаю. Смотрите, давайте тут прозвучало только что слово у человека, которого я очень уважаю, но слово, которого я боюсь, я думаю, вы верите, что я не трус по натуре. Ой, не трус. Но. Спасибо. Вы, но я, но я, но я боюсь этого страшного. Так, Евгений, я никогда первый не начинал. Боец. Драчун, в смысле боец. Но только что, но только что прозвучало одно слово, которое я прошу в этой студии больше не называть, мы будем воевать. Мы уже навоевались. Хватит. Ну а что, нам, если сдаваться, нас старались. Если бы Россия, если бы Россия хотела то, о чем здесь предполагают, то уже давно с Донбассом произошло бы то, что произошло с Крымом. Это правда? Правда. Для меня Крым для меня Крым это наш дом и мы обязательно этот вопрос сегодня, завтра, через год, через пять, через десять лет должны в дипломатический, юридический способ урегулировать. Люди помрут за пять лет. Извините, я закончусь. Но сейчас речь идет о Донбассе. И здесь нет другого варианта. Если это не произошло до этой минуты, значит, власть, я извиняюсь, не автоматы перещелкивать должна, мозги включить. Найти эту дорогу и вывести Украину из перемирия даже такого к реальному миру, восстановить Донбасс. И, кстати, в понедельник мы будем презентовать настоящую программу восстановления Донбасса, а не только фейклую. А сегодня не можете? Извините, еще не могу. Валерий, секундочку, Тарас Савчинович, вы хотели бы возразить, я так понимаю. У меня одна реплика. Нестор, если бы Россия могла завоевать Донбасс так, как Крым, она бы это сделала. С військовой точки зрения в зоне боевых дей Россия не имела належной переваги в живой силе и технице, чтобы это сделать. И поэтому по факту стало все, что стало. А можно? Секундочку. Да, да, да. Секундочку. Секундочку. Секундочку против и местного населення, и украинской армии, которая шла вперед. И уже давно война закончилась на Донбассе, если бы генерали дали нормальные команды. И уже давно был там мир. А потому, когда хлопцы готовы были выборовать независимость и перекрывать кордоны, не было нормальных генералов, которые позволили их повезти. Потому что они там сидели, а хлопцы были на передовии. И поэтому, когда мы были и в Лутугинском районе, и в Антарцитовском районе, там до кордона остались леченые километры. И это было еще в червне месяце. И если бы мы тогда закрыли кордон, было порядок. Для каждой программы прошу, вот когда звучат такие обвинения, быть конкретными. Вы все политики страдаете одной болезнью. Мне кажется, что вы, наверное, предусмотрительно думаете о том, что с этими людьми когда-то вам может быть нужно будет строить коалиции. И вы боитесь обвинять конкретных людей. Говорите конкретно. Не оси генералы. Я не понимаю фразу оси генералы, Ирина. Ося влада. Ося влада. Для меня это тоже не показалось. У нас не своя была статка головного командования. Я целлюб, да? Нет. Какие генералы? Министр обороны. Ой, обороны. Министр обороны Перший и министр обороны Галитей. Галитей Муженко. Все ясно. Тобто обидва обидва министерства. И потому что немає статка головного командующего. У нас война. Я можно я трошки долучуся? Знаете, это все правильно. Все лозунгово. Но давайте так смотреть вот реально. Ублюдочное перемирие оно заканчивается. Почему? Солдаты не могут дальше терпеть. Это же ни войны, ни мира. Либо война должна быть, либо мир. Вопрос здесь теперь куда пойдут эти солдаты. После того, как у них закончилось терпение. В 18-й год. На Россию или на Киев. Правильно. Они говорят, или мы пойдем на Донецк и Луганск, или мы идем на Киев. А помните, как Троцкий говорил, ни войны, ни мира. И не войны, ни мира, армию распустить. Солдаты не хотят зимой кормить вшей. Они не будут это терпеть. Значит, нужно что? Все, заканчивается вот это перемирие. Надо или прочный мир, или тогда надо быть готовыми к войне. И надо все-таки определяться будет всем. Новому парламенту. Одну секунду. Я просто хотел с вашего позволения, коллеги, друзья, гости дорогие, вернуться к той банальной и скучной, может быть, теме, с которой мы начали разговор. А зима-то? Впереди. Кстати, зимой воевать ой, как несподручно, да? Вот мы, кстати, провели опрос. Ну, и даже не опрос, там, голосование устроили на сайте. Подробности. Вот чего стоит опасаться грядущей зимой? Ну, немножечко провокативный такой опрос. Ну, вот смотрите, предложили четыре варианта, больше просто на сайте не помещается. Чего бояться? Отключение газа. Почти все. 25 процентов. Нового бунта. 26 процентов. Продолжение войны. Многие боятся продолжения войны. Тоже почти четверть. И голода на Донбассе. По сути дела, там, поровну разделились общественные страхи. А мне кажется, что бояться всего. У нас просто голосовать можно выбрать только один вариант. Это правда. Да, что в результате отключения газа, нехватки продовольствия, вплоть до голода и продолжения войны, дело кончится бунтом. Евгений, почему мы говорим только о газе? В конце концов, надо говорить правду. У нас не хватает 5 миллионов тонн угля. Такого у нас не было никогда. И мы сегодня с Кузбасса впервые в истории независимой Украины начинаем завозить уголь. Обратите внимание. Кстати, вместо Луганской мы всегда экспортировали энергетические угли, а сейчас импортируем. Более того, один из вопросов на Миланской встрече был переток российской электроэнергии, российских мощностей на Украину, потому что наши генерации уже не обеспечат нас электроэнергией на эту зиму. И это тоже люди имеют право знать. И я хочу, чтобы власть взяла на себя ответственность и не скрывала от людей правду, какой бы она ни была. Подвольте спросить тогда Александра Юрьевича. Асян Юрьевич, если память не изменяет, вы отвечали за ЖКХ, да? Вы по этой части у нас были. Да, я в том числе курировал эту отрасль. И переживал прошлую зиму очень сложно. Как вам? Вот попадете вы в парламент, да? Будете, скорее всего, в оппозиции, уже даже по определению вашего блока. Оппозиционное правительство. Оппозиционное правительство. Вот я надеюсь, что в следующем парламенте оппозиция наконец будет конструктивные предложения выдвигать. Вот не говорить так, извините, тупо, что все плохо, потеряем, если мы будем дальше продолжать. А предлагать альтернативы. Вот как сделать сегодня, чтобы не было голода и холода на Донбассе? Чтобы люди не вымерли, Давайте 30 секунд закончу прошлый вопрос, который мы обсуждали. Кому нужна война? Она нужна матерям, нужна женам, нужна тем ребятам, которые забирают из-за станка. Война никому не нужна, она нужна только некоторым сегодня политическим партиям, которые этой военной риторикой пытаются поддержать свои падающие политические рейки. Это все партии, которые готовят во власти. Теперь про отопление. Мы уже три месяца говорим власти и четко указываем на те проблемы, которые есть в подготовке к зиме. Подготовка к зиме, это я говорю профессионально очень комментарий, включают в себя тысячи пунктов. Первое, это закачка газа в газохранилище. Это сделано? Нет. У нас на 50% меньше газа, чем было в прошлом году. Второе, обязательно уголь на теплоэлектростанция. В прошлом году к этому времени лежал трехмесячный запас угля, это такой штабель пяти... Сразу вопрос, а где взять уголь, когда нет шахта? Дайте я расскажу, с пятиэтажный дом. Сейчас у нас угля, всего-навсего на 2-3 месяца. Мы предупреждали... На 2-3 дня. На 2-3 дня максимум. Такое впечатление, что они собираются тупить 2-3 дня. Где взять? Если говорить про уголь, мы... Где взять уголь? Мы несколько месяцев назад говорили, что необходимо внедрять программу и реализовывать программу восстановления добычи угля на тех территориях, которые освобождены на Донбассе. Сегодня собираются везти уголь из России, то, что уже сказали, из Кемерово, из Южной Африки, через все море в три цены покупать уголь и давать зарплату африканских шахтеров. В полтора раза дороже, чем украинский... В полтора раза дороже, чем украинский... Полтора раза дороже, чем украинский уголь. Значит, уважаемые коллеги, значит, я даю профессиональный комментарий, значит, только перевозка. Только перевозка будет, стоит 70-80 долларов судами, которые называются Панамакс и Кейпсайс. Я это хорошо знаю, это как раз моя профессиональная деятельность. Хорошо. Может, извините, я просто уточняю еще вопрос. Если вы позволите, вот вы говорите, есть шахты на той части территории Донбасса, которые находятся под контролем украинского правительства в реальной жизни. Вы не працюете? Нет. Приятный працю. Значит, скажем, не не работают. Павлоград працует. Значит, около 70... Сколько не работает? Значит, около 70% добычи угля на Донбассе. Именно я говорю про донбасский уголь. Потому что есть у нас еще уголь в Днепропетровске, который работает по Влаграду уголь. Слава Богу. Значит, находятся на той территории, которая на сегодняшний момент освобождена. За полтора месяца можно значительно восстановить добычу. Это тоже профессиональные термины. Откачать воду, провести дегазацию и платить зарплату, достойную, кстати, зарплату украинским шахтерам. Для этого надо пересмотреть уровень заработной платы в цене. А деньги на это есть? Если собираются покупать уголь втридорого по предоплате в Африке и в России, то лучше за полтора месяца восстановить добычу на Донбассе и давать зарплату украинским шахтерам. То есть, извините, я правильно понимаю, что вот, тех денег, которые могут быть потрачены на доставку из Южной Африки хватит на то, чтобы восстановить добычу угля на Донбассе. И прибавить зарплату шахтерам. У нас каким образом выглядел баланс угля? У нас всегда в полтора раза угля добывалось больше, чем потреблялось. И у нас всегда была огромная головная боль, куда деть этот уголь и куда экспортировать. Правительство, мне кажется, продолжает еще жить в старой парадигме. Но на сегодняшний момент это далеко не так. Теперь третий момент. Третий момент. Подготовка каждого села, каждого города. Это тысячи различных мероприятий. Где-то необходимо менять котел, где-то горелки, где-то трубу подварить, где-то термоизоляцию провести. К сожалению, в этом году качественно и везде это было сделать невозможно, потому что заморожены огромные деньги. Больше 35 миллиардов. Я уже назвал эту цифру, которая принадлежит местным советам. И фактически отопительный сезон... Как они заморожены? Поясните. Ну, то, что говорил мэр Сватова при включении. Это ложится платежка в казначейство, и она не проплачивается. Это то же самое, как человек на карточке думает, что имеет деньги, там заработную плату, встовывают его в банкомат, а деньги не вылазят. А деньги есть. А деньги есть. А деньги есть. Вот точно так же не проводят платежи казначейства. И это на сегодня катастрофическая проблема не только для этих территорий, это катастрофическая проблема для всей нашей страны. Вы профессиональный экономический журналист, правильно? Жду от вас профессиональных вопросов экономического обозревателя. Ну, вопросов, наверное, здесь задавать нечем. Тут очевидная ситуация. Газов по ХГ нет, совершенно понятно, потому что Россия влупила цену 392-го раза тысячи кубов. Что касается угля, мы понимаем, что разрушены не только шахты, но самое главное разрушены железнодорожные подъезды, то есть у нас нет инфраструктуры. У нас фактически железные дороги там отсутствуют. То есть на сегодня накопить их невозможно. Выиграла от этой войны очевидно действительно Россия. То есть российские шахтеры, они сейчас основные экспортеры к нам. К сожалению, мы вынуждены покупать у них, потому что уголь дешевле, чем тот, который поставляется из Южной Африки. Да, это так. Что касается газа, вот у меня единственный вопрос такой к вам. Вот скажите, вы знаете, наверное, что Донецк, Горгаз, что Луганск, газ, так сказать, продают сейчас газ на территориях, оккупированных террористами, и что этот газ фактически не продают, вернее, а поставляют газ, что газ изымается бесплатно, что нам не платят за него. Там долг уже 200 миллионов гривен. Это газ, который Украина покупает, получает по реверсу. Это дорогой газ. И он сейчас поставляется туда, в эти области. Вот туда, на оккупированную территорию. И их забирают, и фактически не возвращают. Больше того, даже офисы этих компаний не захвачены. То есть там сейчас сидят, ну, представители этих всех, Диви там, Шмиви, как они называются, там вторые, Моторол и так дальше. Все, они отжали полностью эти активы. У меня простой вопрос. Что делать в этом случае? Если мы будем продолжать поставлять газ туда, мы будем продолжать терять деньги, терпеть убытки. Вся страна, и, грубо говоря, нафтогаз, где взять потом деньги, чтобы заплатить? Если мы отключим от этого, то в таком случае мы оставим кучу людей без газа. Интересный вопрос. Скажите, вот как бы поступили вы? Вы бы отключили этих людей? Нет, конечно. Или вы бы в убыток поставляли им газ? Да, никогда. А за счет чего вы бы огорали эту разницу? Отказавшись поставлять газ, мы обрекаем людей, практически на катастрофу. К сожалению, сегодня это власть не платит там пособия детям, не платит там бензин для своей помощи. А к нам и с подъездом практически невозможно перевезти деньги. Я вам рассказываю, все это сделать очень реалистично. В прошлом году, еще раз, когда было захвачено две трети облгосадминистрации, милиции, казначейств, отделений нацбанком по всему, по западной, по центральной Украине, платились пенсии, платились заработные платы, потому технически это возможно и это несложно. Там не работает ни один банк, на территории Донецка, на территории Луганка. Значит, банки там не работают, потому что и нацбанк запретил там работать. Технически это сделать возможно. Нестор хотел... Там разрушили обезьяны, грубо говоря, целую помещение. Давайте сейчас не про обезьян, мы находимся в стране, где живут граждане. Ну, да, что... Вы специалист по вопросам в том числе энергетики, я так говорю. Так Вы должны знать, что Луганская и Донецкая область имеют сопряженную с Российской Федерацией систему газового обеспечения. Как Вы думаете, если Украина перестанет поставлять газ на Донбасс, какой будет следующий шаг? Ну, там уже связали с Донбасс-Прома, и они договариваются о том, чтобы переключать эту систему. Мы сегодня хотим, включив мозги, а не передергивая автомат, навести порядок и вернуть государственность и верховенство украинских законов на территорию Донбасса. Значит, мы сегодня должны туда поставлять газ, и это наша плата, я извиняюсь за тупость власти. А в будущем, в будущем, мы должны просто этого не допускать. Мы не имеем права сегодня оставить украинские территории без украинских энергоносителей. И мы сегодня должны сделать все, чтобы каждый гражданин, который живет на территории Донбасса, знал, что Киев беспокоится о каждом из них. Независимо, какой территорий не живет. Секунду. Ребят, спасибо, спасибо, спасибо. У нас скоро закончится с Сватова. Хочу вернуть, сейчас выйдем на Сватову. Один вопрос, мне кажется, остался очень существенный, без ответа. А вот, если действительно продолжать поставлять получаемый по реверсу газ туда, выше описанных, очень убедительных соображений, как покрывать разницу? Вы ответ не получили, по-моему. За счет чего, как покрывать разницу? Разницу покрывать из тех ресурсов, которые есть у государства Украины. Самое страшное, что власть, у нас уже из каких ресурсов, и где они есть? Из бюджетных ресурсов государства Украина, которые есть, только что приводили данные, что в этом году собрано 97%. Да, датировать, 97%. Другого варианта нет. А что, европейские страны не датируют своих сельхозпроизводителей, еще и как датируют? Для того, чтобы вы лишними. У нас не датировали сельхозпроизводителей, подожди секундочку. Уважаемые коллеги, мир на Донбассе наступит, реальный мир тогда, когда боевики лишатся поддержки населения. Для этого они должны получать пенсию, для этого они должны получать тепло, должны получать лекарства в больнице, и пенсия должна быть и пенсия должна быть в больнице. Давайте послушаем людей, как у нас скоро закончится связь. Те самые получатели той помощи, которую должно оказывать государство, тех самых дотаций, и в том числе представители аграрного сектора, которые тоже страдают, в том числе из-за того, что нет нормальных отношений между трейдерами, зерновыми трейдерами и производителями В частности, проблема в разрушении инфраструктуры железной дороги. Да, да, да. Об этом тоже надо говорить. Андрей Иванович, обращаемся к вам. Вы обещали, что у нас будет возможность послушать кого-то из тружеников сельского хозяйства. Ну и возможно у людей накопились вопросы к присутствующему. Пожалуйста, конечно. Вопросы тоже приветствуются. Да, Евгений Алексеевич, у нас эмоциональные взрывы случаются здесь в Сватово, потому что фактически такую возможность прямого диалога с таким большим количеством политиков, которые собрались в вашей студии, черного зеркала, предоставляем только мы. И вот сейчас мы поговорим с Сергеем, это фермер, он прошел все, можно так сказать, ступени, да, трудовой корректировкой стать вот полноценным управлением. Да. Расскажите, вот у вас такой вопрос и возможен ли голод на Донбассе? Ну, за Донбасс я не знаю. Я 22 года занимаюсь одним и тем же. Я выращиваю хлеб, работаю на земле и в нас, ну, я как фермер и как агрофермеровани скажу общая проблема, которая, ну, у нас существует. У нас боевых действий нет. Но мы ощущаем дискриминацию в следующем. Разница в цене на сельхозпродукцию в нас и, допустим, в центральной Украине где ощутимая. Получен хороший урожай, вложены средства, вложен труд, выплачивается зарплата, выплачивается арендная плата, идут платежи в бюджет. Но при этом дискриминация существует... Вы теряете деньги? Мы теряем огромные средства. Мы теряли и теряют на Тони порядка 300-500 гривен за той ситуацией, которая сложилась сейчас у нас в регионе. Зайнотрейдеры не идут к нам бояться. У нас нет военных действий, но все равно зайнотрейдеры не заходят к нам. На логистике при войске зерна мы теряем 300-500 гривен. Какой выход? Чего вы ждете? Чего мы ждем? Мы ждем помощи от правительства в решении наших вопросов, в решении вопросов аренды земли, аренде водного фонда. Мы ждем конкретно разбитой дороги. Спасибо, мы вас услышали. Давайте мы попробуем послушать приватную субсидию. А, есть еще возможность. Нет, еще есть возможность. Давайте, чтобы ватру послушали ответы на их приводки. Это прямая субсидия и туда, куда дороже делать грузоперевозку. Только прямая субсидия. Второе. Запретить продажу сельхозземли. Потому что есть такая информация, что действующая власть за те кредиты, которые они сегодня набираются могут начать рассчитываться с землей. Запретить продажу земли. Третье. Бесплатно за счет государства делать подвод воды, чтобы было орошение. Потому что мы хорошо знаем, что в 2-3 раза на орошаемой земле урожай больше. А разводку себе уже хозяйство сделают сами. Подвести трубы. И, конечно, село живет тогда, когда в нем есть врач, учитель, газ и вода. Это обязательство государства сделать. Я бы добавил одну вещь. Вот все проблемы, которые мы описали, так и в Донецке, и в Луганске, и в Сватово, и на той территории, которую контролируем мы, это отдельная политика государства должна быть. Это должно быть отдельное министерство. Министр в ранге вице-премьера. Бюджетная срока. Потому что проблема уникальная, ее нет таких для аграриев здесь, нет таких проблем в центральной Украине. По шахтам, по инфраструктуре, по дорогам, по мостам. Другие грунты, другие осадки, отдельное министерство. И большая логистика для допортов. Конечно, мы правы. Отдельно тут. Все теперь это отдельная проблема. На годы причем. Жидельный риф дороже просто. Банально. Конечно. Это все выравнивается в Европе прямыми дотациями. Так и делается. Тут должна быть отдельной строкой, отдельный бюджет. Все, деньги. Правый 100%. Это цена за нашу независимость, за нашу суверенитет, за нашу целостность. Такая цена. А что делать? Сейчас пытались. Миколаев, вы сразу на только позиции. Действительно, без механизма субсидий, может быть, не обойтися. Действительно, землю продавать не можно. И думаю, в наступном парламенте будет консенсус с этого вопроса. Но я бы просто хотел, чтобы вы нас будете поддерживать. Это вы нас будете поддерживать. Мы друг друга. Друг друга. Но я хотел бы сказать... Все вместе в Украине. Так. Но я бы хотел сказать одно. Опозиционному блоку не важно все-таки заниматься демагогией. В Украине нема политиков, которые за войну. В войну не мы начали. И вопрос стоит в том, что если на нас напали, забрали у нас Крим и часть Донбасса может напасти еще раз, то нужно уметь защищаться. Вот как стоят вопросы. И никакие другие. Тут никто не гитает за войну. Теперь почему нет угля? Мы же прекрасно понимаем. Половину працующих шафт в зоне, которая контролируется боевиками, из них половина затоплена. И нужно будет купить вуголь за кордоном в течение зиме. И по газу так само треба не нагнетати ситуацию. В Украине зимою не будет проблем с газом для населення. У нас 16 миллиардов кубей есть в подземных сховищах. Можут быть проблемы для промышленности, но для населення проблем не будет. И устанет, и устанет. И устанет. Почитайте. 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 Двину секунду. Александр Юрьевич, Сарас Иванович, одну секунду. Технический вопрос. Мне просто хочется... Я закинчу, а потом... Вы закончите. Я хочу сначала, чтобы у нас была возможность буквально потратить 30 секунд на то, чтобы поблагодарить моего коллегу Андрея Лаща, который был, руководил людьми, которые пришли на маленький этот телевизионный Майдан в Сватово. Спасибо всем, кто там в Сватово участвовал в нашей программе. Спасибо большое за то, что вы говорили. Я очень надеюсь на то, что не только те, кто был здесь сегодня в студии, но прежде всего те, кто находится у власти, в правительстве, услышат ваш голос. Спасибо вам. Слава Украине. Спасибо вам за... Мы прощаемся со Сватово. И возвращаемся в студию. Я буквально закинчу. Ви можете мать святочку за гор. Я все-таки стверджую, что проблем с газом в этой зиме не будет. Вугильным и закордоном закупим. Мы из ситуации выйдем. Найстрашнейшая ситуация будет с Донбасом, который оккупован. И тут не стоит вопрос, что там не нужно помогать. Треба помогать. Но вопрос, пункт первый, туда должны зайти специалисты, чтобы поремонтировать коммуникации, потому что там часть просто коммуникации разрушена. И, по-друге, если мы хотим спасти частину оккупированного Донбаса от гуманитарной катастрофы, Украина, наверное, должна принять для себя решение и помогать. Но для этого Россия должна отверсти важную технику свои войска с территории Украины. Иначе туда никто не захочет даже с МЧС зайти, чтобы поремонтировать эти коммуникации. Вот что моя проблема. Ну да, те же самые мы слышали, что... Не стоит вопрос, что не нужно помогать. Ну кто, нет ни одной здоровой люди, которая там... Да, самые зерновые трейдеры просто боятся туда ездить. Так проблема в России и в бойовиках, а не в Украине. Украинской владе. Если уйти от сугубой политической риторики и вернуться к газу, вот конкретно Киевэнерго. Я на этом предприятии был неделю назад. Обычный лимит газа, который необходим для этого предприятия, Киевэнерго, прошу обратить внимание на это киевлян, 1,9 миллиардов кубов. Сегодня до Киевэнерго доведен лимит газа 1,1 миллиард кубов. Директивно. Фактически по всей стране на 30... А где 800? Фактически на все... А где 800? Куда 800? Я дорасскажу. Фактически по всей стране на 30-40% снижены лимиты. О чем это говорит? Каким образом происходит этот петельный сезон? То есть в котлах нагревается вода, там теплоноситель, там до температуры 80-90 градусов, этого достаточно для того, чтобы в домах были горячие батареи. Теперь, имея лимит газа на 30-40% уменьшен, вода будет нагреваться до 50 градусов в котлах, просто газа больше нету. Не дадут давление в трубе. Мы хорошо знаем, что такое лимиты. Соответственно, батареи будут в квартирах достаточные для того, чтобы поддерживать температуру 11-12 градусов. Просто не разморозить систему. О чем это говорит? Что зимой украинцы окажутся с холодными батареями, с веерными отключениями электроэнергии, потому что углянет на электростанциях, и с невозможностью купить ребенку лекарства, потому что лекарства подорожали в два раза. Вот потому, и тарифы, кстати, подняли на 60%. Вот потому оппозиционный блок с первым пакетом законов и дает первое, запрет на повышение коммунальных тарифов, второе, государственное регулирование, запрет на повышение цен на продукты первой необходимости, восстановление платежей матерям с детьми, и индексация пенсий и заработных плат. Опять сразу у всех возникает вопрос о платеже денег, где взять эти деньги? А я расскажу, где эта тумбочка. Где? Вот меня поправит товарищ, он же разбирается в экономике. У нас 45% бюджета это валютная составляющая, акцизы, таможенные сборы и пошлины. Кроме этого, целый ряд сборов у нас привязан или к доллару, или к евро. Скажите мне, с марта месяца на сколько изменился курс на 68%? Сегодня уже доллар 14 гривен вместо 8, и говорят, будет 16 в лучшем случае. То есть до 100% пройдет девальвация. Кроме этого, официальная инфляция 20% Я извиняюсь, официально уже сегодня говорят про 20%, а реальное намного больше. Скажите, кто сегодня верит в то, что цены поднялись на 20%? Да никто. Цены поднялись в 1,5-2 раза. И это правда, к сожалению. Соответственно, налогов поступило больше. Так надо совесть иметь. Если вы за счет инфляции и за счет того, что курс гривны стал дешевле, доллар стал дороже, собрали в бюджет эти 97,6, так наберитесь честности и верните часть денег людям, которые сегодня платят за вас и платят за вашу бестолково. Олег, не согласны? Мы к вам апеллируем как к независимому эксперту. Правда, Минфина, у меня в машине, я в перерыве принесу. Во-вторых, такая ситуация, которая была много лет, в том числе, ее постоянно поддерживала искусственно, в свое время и Юлия Димашенко, и господин Янукович, она фактически не могла все время продолжаться. Это было ненормально. Когда мы, ну, когда тарифы, которые существовали, они не покрывали даже части себестоимости. Так быть не должно, это не рыночная экономика. Если мы здесь настроим нормальную страну, то мы вынуждены будем их повышать. Сейчас, позже... Вместе с зарплатами и другими платежами. Да, но здесь должна быть поступная реакция. Вначале повышается одно, потом другое. Понимаете? Я бы хотела продолжить, ваше слова. Вы же понимаете, я этим руководил. Можно я разговариваю? А можно Ирина Михайловна скажет, а то она сидит на краешке стульчика и мы ей слова не даем. Она человек вежливо и разбеет. Повышать тарифы до уровня стоимости с экспертной точки зрения, конечно, надо. Но ведь есть разные варианты и есть разные пути. У меня возникает вопрос. Вот сейчас тарифы повысили. Температура в батареях будет 11-12, даже если она будет 14-15, это все равно понижение качества услуги. Что получается? Тарифы повысили, то есть деньги там переложили эту тяжесть на плечи людей. Услугу они будут получать хуже, оплатить больше. То есть в любой стране это будет называться социальная несправедливость. В этом случае должен быть предусмотрен как минимум механизм либо четкого учета, что человек получает. А у нас только 37% счетчиков счетчиками покрыто крупных многоквартирных домов. Все остальные счетчиков не имеют. То есть государство будет просто перекладывать повышенные тарифы с пониженной качеством услуги на плечи населения. Давайте считать, давайте позволять людям четко понимать, что они получают, платить только за это и не платить за оставшуюся часть. А второй вопрос возникает. При повышении тарифов обязательно необходимо делать централизованные с помощью государства программы по утеплению домов. Сейчас вопрос поставлен так. Тариф повышен. Делай, что хочешь. Хочешь, окна заменяй. Хочешь, стены обклеивай пенопластом. Но делай это сам. Во всем мире заранее готовились к подобного рода политике и создавались программы, которые обычно поддерживались микрокредитованием. На это активно идут международные организации. Мировой банк, который сейчас работает в Украине, имеет деньги на то, чтобы прокредитовать население. Либо фирмы, которые будут помогать населению, утепляться. Но ведь это не делается. Вот поэтому останавливаться на лозунге «давайте просто повышать тарифы» я считаю несправедливо и неправильно. Я в второй части вашего выступления полностью согласен, потому что на самом деле действительно во Франции, когда всего лишь утеплили дома и за счет утепления отстать ЖКХ, удалось снизить в ЖКХ потребление газа на 40%. То есть это реально очень важная фишка, это надо проводить и делать. Но давайте коснемся не вся она там теплая. Давайте коснемся к вопросу, как вы говорите сейчас надо повышать качество услуг, но вы же понимаете, что в какой ситуации оказалась страна. То есть газа нет в ПХГ. Почему? Потому что правительство идет до конца в переговорах с Россией. Это нужно было решить рано или поздно. Этого избежала Тимошенко, подписал крайне невыгодный договор. Этого избежал Янукович, подписал крайне невыгодные по сути соглашения. Ну потому что, вы понимаете, это были политические соглашения. Получат скидку за газ в обмен, ну мы знаем на что, на то, что они вступают в Евросоюз. По сути, надо было когда-то обосредить вопрос и добиться поставить точку. Стокгольмская бедража, где-то еще. Это нужно было сделать. И в этой зимой такая ситуация, что, ну я так понимаю, что к Абминау нет другого выхода. Они сейчас вынуждены поднимать тарифы, и они не могут еще сделать. Вы знаете, война, к сожалению, всегда является лучшим оправданием, чтобы ничего не делать, как и кризис. Вопрос в конфликте между двумя странами, между Россией и Украиной. Да, мой эксперт. Я дам вам ответ, почему 4 года тарифы держались стабильными. Я лично этим занимался. Потому что мы снижали потребление газа, то есть снижали себестоимость. Но она значительно снизилась. Это все промышленности. На чем говорится? Да, росли другие составляющие себестоимости, такие как заработная плата. Но на 20% у нас за 4 года снижено потребление газа в теплокоммунэнерго. Где-то новые котлы, где-то переход на пилеты, где-то переход на торф. На 20% за счет этого не повышались тарифы. И сегодня, вместо того, чтобы не перекладывать на деньги, мы снижали себестоимость и застегать того же... А тарифы можно повышать только и в параллельном повышении зарплаты и пенсии. Простите меня. Вы знаете, вот эта тема, в которую мы сейчас стали погружаться, она на самом деле неисчерпаемая. Говорить можно очень долго. А я могу еще вспомнить о том, что в свое время шел разговор, что нужно переводить индивидуальные домохозяйства на собственные котлы и стимулировать это, как весь мир живет. Потому что центральное отопление, на самом деле, это в некотором смысле наследие проклятого прошлого. Внутреннее котельное. И стимулировать, и давать за это скидки и прочее, прочее, прочее. Но! Вадим Юрьевич, простите меня, но вы знаете, время эфира не резиновое. Я очень благодарю всех, кто принял участие в этой части программы. Я напомню, что в следующей части программы здесь уже соберутся другие гости. И будем мы говорить на другую тему, которую мы объявили в самом начале, о тех драматических и отчасти загадочных событиях, которые происходили в Киеве, у стен Верховной Рады, на Банковой, в минувший понедельник и вторник. Оставайтесь с нами. Ну что, я приветствую всех, кто присоединился к аудитории программы «Черное зеркало». И благодарю тех, кто оставался с нами с самого начала. Я напоминаю, это политическое ток-шоу, которое готовит вместе со мной вся редакция программы подробностей. В этой части программы, как и было обещано, поговорим о драматических событиях, которые происходили в начале недели в Киеве. Я напомню. Были демонстрации, были столкновения, были разбитые стекла в Верховной Раде, были задержания. Была картинка, которую, осмелюсь заметить, с наслаждением показывали российские каналы, для того, чтобы в очередной раз начать муссировать тему о том, ну вот видите, в Киеве бардак. Что это было? Кто это устроил? Зачем? Кому выгодно? Вот примерно такой круг вопросов. Здесь у нас собрались в основном кандидаты в депутаты, как те, кто идут по спискам разных партий, так и те, кто баллотируется в мандатных, мажоритарных округах. Я очень прошу, что здесь есть узнаваемые лица, а есть лица, которые не всем известны. Поэтому давайте будем представляться вначале. Есть еще одна особенность нашей программы, у нас нет титров. Так вот, кто первый решнет ответить на поставленные вопросы? Я готовый. Пожалуйста, представьтесь. Сидир Кизин, всеукраинские объединения «Свобода», голова Житомирской областной организации. Ваша версия. Ну, власне, я тоже был под Верховной Радой. Урочиста хода, которую щоречно делает всеукраинское объединение «Свобода», присвященное прекрасному украинскому святу, покрови Божией Матери, покровительнице Казательства, покровительнице УПА. 10 тысяч человек в центре Киева, нет никаких провокаций. И тут приходит кубка людей, несколько десятков людей. Абсолютно без перешкоджания с боку правоохоронцев. Заходить в НАТО, начинает кидать петарди, начинается провокация за вооружение. И, как результат, картинка, как вы скажете, для российских ЗМИ. «Свобода», взявши на себя функции правоохоронцев, прекратила, в том числе, эти провокации. Мало того, это однозначное вранье. После того, как... Вранье от самого начала до самого конца. Ого, Марк Грейс. Да, Марк Грейс, член полицовета радикальной партии. Если вы говорите о том, что у вас несколько десятков человек вошли в вашу группу, это были молодые качки, да, наверное? Если бы радикальная партия готовилась, хоть какую-то провокацию мы бы не распустили по округам нашу молодежную организацию. не виноват. Серед затриманных працевник правоохоронных органов, працевник милиции. Так, хочу зазначити, что министр внутренних справ Арсен Борисович Аваков мовчить про принадлежность затриманных осіб и их организации. Разом с тем, через два дни затримают хлопчину 16-летнего хлопца в городе Новограде Волинске. И радостно министр внутренних справ поведомляет громадности, что его отец кандидат в народные депутаты от Украинского Объединения Свободы по округу Литвина, до речи. Да, вот МВД, действительно, я готов процитировать, МВД задержало сына кандидатов в депутаты от партии всякая, всеукраинская объединение Свобода Виктора Захарчука, папу его зовут Александр Захарчук, по подозрению в избиении цепью правоохранителей у здания Верховной Рады 14 октября. Об этом заявил господин Аваков на пресс-конференции, и об этом сообщают украинские новости. Тот парень, вот я не знаю, есть у нас эта конкретная картинка, тот парень с цепью в зеленой майке, буквально 30 минут назад он был задержан. Что здесь не соответствует дисплее? Господин Аваков еще очень многое утверждал. Он утверждал то, что... на момент заявки министра затримано не было. Его затримали после радостного сообщения министра. Его звали не Виктор, а Александр. Ему 16 лет, хлопчина плохо видит, носит корсет, потому что у него остеохондроз. Он должен носить корсет для того, чтобы поддерживать хребет. Его в наручниках, забрали с колледжа. Конечно, что не виноват. Радостно про это заявляют правоохоронцы, хотя виноват не доведен. У нас есть презумпция невиновности. А правоохоронцы заявляют и обязательно его как-то связать с свободой. Я Аркадий Корнацкий, кандидат народных депутатов от Блока Петра Порошенко по 132 виборчому округу Миколаевской области. Звучало вопрос, кому это может быть выгодно, кому это нужно. Так вот, абсолютно очевидно можно сказать, что безумовно это нужно людям, которые хотят войны. Мне особенно, моим выборцам, война не нужна, и особенно война в Украине. Конкретнее этих людей, которые хотят войны, вы можете назвать или нет? И, кстати, есть такая версия, что якобы силы, поддерживающие президента, устроили все это для того, чтобы показать, что есть люди, которые хотят войны. Это абсолютно дикая версия, тут можно даже не гадать, потому что кто, как не президент, делает все, чтобы добиться мира, и мы видим, что перемирие, которое мы имеем на Сходе, которое сохраняет тысячу житий украинских парнях, это первое усилие президента Порошенко. У вас какая версия? Моя версия, что это люди, которым нужна война в середине Украины. Это люди которые депутат на свою версию? Моя версия поляга в том, что это люди, которым нужна война, смута, которым нужно взорвать выборы. для чего? Элементарно. Скажем, с чего все началось? Когда МВД вдруг начинает рассказывать о том, что боевики из радикальной партии вдруг ввязались в драку с милицией и прочим. Да если бы мы готовили хоть какую-то акцию, мы бы не распустили наши молодежные организации по округам. У нас было порядка 200 человек представителей киевской организации и 30-40-летних женщин, которые пришли туда, на которых напали. Они говорили, что это свобода. Мы видели там, что это была свобода, но я не исключаю Зачем МВД это организовывается? Ничего это делается, но это самая элементарная штука. Мы показываем жесткую волю. Мы вдруг господин Аваков показывает, что он может сейчас вернуть все движение сопротивления узурпации власти олигархами, что они сумеют взять под поглубь тех, кто дергается как куколки по команде одного человека из Сардинии, который там сейчас катается на яхтах. А это кто, простите? На Ке начинается и заканчивается. Да, есть такие люди. И посредством Министерства внутренних дел они могут полностью уничтожить, растоптать зародыш сопротивления этой узурпации власти, гнилой узурпации власти. Не согласны или киваете? Не понял. Микрофон дайте. Так, я подержу. Представь, пожалуйста. депутат 14-й, мажоритарный округ Жеребнюк Виктор. Ну, я смотрю, как раскрывается сейчас... Как независимый или подспешка какого-нибудь? Независимый, мажоритарный. Я всегда от своего региона иду сам и отвечаю за себя в своих действиях. Я смотрю, как сегодня, ну, возможно, это какая-то речь, повести в сторону. У меня уже я чекаю 15 минут. Я хотел бы вернуться до всей аудитории с другой информацией. Вы извините, что вам пришлось подождать 15 минут. Потом я... Но всем приходится ждать. А некоторым будет еще дольше. Дозвольте, все-таки. Потому что информация, которую я хотел бы сегодня озвучить тут, мне нужна поддержка, возможно, телеканалу и тех людей, которые сегодня тут зобрались и журналисты. Давайте начинайте. 15-го жовтня мне начали поступать звонки от солдатей, которые находятся 32-й блокпост «Дорога на Луганск». Так сталося, что 77 человек служат как раз в том и обороняют тот блокпост за змогу вокруг хлопцей. Простят третий день уже без води. Одно была реакция Надислав телеграму РНБО всему, кому можно было зателефоновать, сообщить, что информация подтверждается, потому что люди без води уже третью дубу. И насколько у меня было удивление, когда вчера выходит информация РНБО, где коментуют, что все разблокировано, что туда доехали, уже их спасли, сегодня разговор с людьми, скажут, нас реально, Тиму Колаевич, злили, потому что уже пятый день, пятые сутки, мы как миши сидим по полях без води. нам пропонуют сдаться, кругом стоят чеченцы, с кем воюем. Очень важная информация, но, простите, я не догоняю, а какое это имеет отношение к обсуждению темы? Я сегодня еще раз намагался связаться с РНБО, снова факсограму им направить, что не подтверждает сегодня. Я хочу просто, чтобы была такая ситуация, когда президентом одежали розовые окуляры, або, возможно, не хотели, чтобы понизить рейтинг на передовом выборе, уже финишные, прямые. И информацию специально подают ту, которую неправдиво. Можливо, это кто-то чиновник, каких-то чиновников, может, кто-то играет с этим, но сегодня 150 душ, которые оточены, и уже пятый день без води, будь ласка, дайте им допомогу, потому что я не знаю, чем я могу сьогодний допомогти, как депутат народный. И сегодня сьогодни звертаюсь уже до суспільства, что нам нужно как-то поднять трешки бурю, чтобы спасти этих хлопцев. 77 людей, которые в моем округе, это и бар, и Жмеренко, это и Ялтушков. Я просил их всех объединяйся, объединяйся, кроме этой проблемы. Давайте не объединяться, давайте идти и лам на двери. Спасибо. Потому что пока мы будем объединяться, станцион закончится, уже не вокруг будет кого объединяться. по-долгайскому уже объединялись. Хорошо. Я все-таки хотел бы вернуть участников программы к тому разговору, который мы начали. Я надеюсь, что информация ваша будет услышана. Я тоже хотел бы продолжить, шановные ведущие, шановные присутники. Все, напевно, очень хорошо помнят события, которые были в передаче Евромайдана 2013 года, а события, которые сколихнули в Украину, происходили как раз на моем округе, 132 округе, Миколаевщина. Были события 1-2 листопада, когда повстал народ, когда ломали результаты выборов. Потом была Врадьевка, все помнят это. Было ЧАУ-2, когда оружие нападали на селян безоружных, но селяны их победили. То есть, много тверозумисляющих людей расценивают это как предвесники Майдану, и я с этим абсолютно погоджуюся. Но все это были проявы войны. Мы эту войну уже пришли. И сейчас на моем округе снова пропускается такая же война. Потому что разгорнуто массовый подкуп выборцев, разгорнуто админресурс на пользу одного из кандидатов. И вот в Киеве под администрацией президента под Верховной Радой кто-то влаштовывает такую самую пропозицию этой войны. Какого кандидата имеете в виду? У меня есть несколько кандидатов моих конкурентов. Один из них очень боитесь? Вы боитесь? Вы боитесь? Слушайте, я помню, вас предъявили приемку. Есть причина толерантности. Господин Геннадзе, я с большим уважением отношусь к вам. Серьезно, я очень хорошо помню, как вас гнобили, вас фактически выдавили из страны. Я хорошо помню, что вы действительно были человеком, которого преследовали. Я это помню. Более того, я помню, что внимание к вашему округу было действительно привлечено всей страной. Но вы понимаете, что единственная вещь, которая на сегодняшний день отделяет нас назовите, кто и что делает. Это не проблема, абсолютно. Это абсолютно не проблема, потому что все средства массовой информации про это пишут. Я не знаю. Пишет комитет выборцев Украины, рух честно. Пишет опора, что есть такой кандидат, народные депутаты, начебто самовисуванец, начебто безпартийный пан Капацин, которого на самом деле поддерживает вся партия регионов, все, кто працювал в выборчих компаниях партии регионов поддерживают его. Вот он утре слоя уже округ засыпал грошима. Он сейчас финансирует тетушек, он пропонует эту войну, и приблизительно та же самая аналогия произошла в Киеве. Но, конечно, в Киеве отзначился не пан Капацин, а отзначился ты, кому нужна война в Киеве. Кто? Кто? Я думаю, что это... Опять абстрактное что? Ну давайте покажите пальцем камеру выгодно. Ну и никто нету здесь. Они вам не ответят. Понимаете, в чем дело? Он будет говорить, дайте им ответить. Это неправильно. Вы сейчас говорите, кто? Назовите ябти пароли и так далее. Илья Николаевич, можно я? Посадим к нам. Ну, именно... Человек, кстати, корректно говорит, он не хочет подставлять, потому что, понимаете, начнется, а ты сам дурак и так далее. Теперь, давайте к теме. Потому что было 14 число, было 13 число, когда вышли солдаты на Звардии к администрации президента. Тут два слоя проблемы. Первая проблема. Солдаты устали от ситуации ни войны, ни мира. Они хотят либо воевать, либо на мир идти. Правильно? Потому что дайте людям гембель. Почему они на гембель не идут? Путин отводит свои войска, потому что надо на гембель отправить 130 человек, армейцам. Поэтому он и ввел, кстати, от границы. Потому что он менять ротацию делает. И надо этим людям тоже надо. Кстати, пока что генерал Бредлав говорит, что никуда он их не отвел. Но будем считать, что отвел, но гембель тоже. Я имею ввиду командующего войска. Не будем о Путине. Но людям, солдатам, надо дать ответ. Либо идите на контракт, получайте деньги, или идите на гембель. А что они сидят? Это казармы, как сидели в 17-м году в Петрограде, а потом пошли на штурм зимнего или матросиками бабами. Первое, послушайте, потом вернемся к свободе сейчас. Подожди. А мы не про свободу говорим, мы сейчас говорим про то, что хлопцы могут повернулись в войну без статуса участника войска. Ублюдочное переменение должно быть закончено. Либо к миру идем и строим государство. Я підтрим. Нормальную милицию строим, потому что милиции тут нет. Она боится и разбежалась, потому что боится провокаторов. Строим государство нормальное, потому что государства нет. Мы тут разгуляемся так в демократию, в радикализм, что нечего будет вот в этой стране территорию. Ее потом будут все забирать кусками. Путин заберет, другие заберут и так далее. Поэтому либо война, тогда военное положение, по-серьезному, на фронт, армию нормальную, либо мир давайте делать. Это два, это новый парламент. Вы должны будете это решать, дорогие товарищи, депутаты, будущие. Второй момент. Заигрались в радикализм. Все хотят радикалами сейчас быть. Все на баррикады, так сказать, все готовы. Бегать, так сказать, кого-то там задерживать и так далее. Хватит играть. Вы доиграетесь в радикализм так, что вы не оставите от Украины камня не оставите, руину одну оставите. Надо сейчас заниматься созиданием, собирать камни. Поэтому еще раз говорю, еще раз говорю, на кону, на кону, Украина. Не ваши результаты выборов, а на кону Украины. Ванилович, секунду, секунду. Спасибо тебе, аплодисменты. Уважаемая и очень активная и заинтересованная аудитория. Спасибо вам. Сейчас к нам должен присоединиться, я надеюсь, что уже все готово, мэр Львова. Да, вот все, Андрей Иванович Садовой. Как вам все эти события, Андрей Иванович, увидятся из Львова? Добрый вечер. Я взагалі подивованный, что вы меня сьогодні запросили в эфир. Потому что, если посмотреть новины в подробностях, на интервью, то сьогодні одной из найбільших проблем в Украине є садовый и самопомощь. И мы вертаемся в часы... Для баланса, для баланса. Я понимаю, что все будет триваться до конца выборов. Не-не, я понимаю, что это будет триваться до конца выборов, что самопомощь и садовая кистка в горле многим олігархам. Поэтому, я думаю, на этом закончим. И я готов слушать ваши вопросы. Вопрос уже прозвучал, Андрей Иванович. Я понимаю, что вы сейчас, если я не ошибаюсь, в Харькове, не во Львове. Так? Я в Харькове, знаете, я на площади, на центральной площади Харькова. И тут нет памятника Ленина. И так вильно дыхается. Такая хорошая атмосфера. Дуже красиво. Так. Так вопрос уже прозвучал. Вот все-таки там вам из Харькова, из Львова, откуда сподручнее, как видится вот то, что происходило в начале недели в Киеве под стенами Рады, под стенами администрации президента. У вас не сложилось ощущение, что ну вот кто-то это заказал, потому что ну знаете, как шавки набросились русские телеканалы на эту картинку и стали ее тиражировать. С наслаждением, как я уже сказал. Вот смотрите, вот пожалуйста, вот они бандеровцы, митингующие в поддержку УПА, вот столкновение, вот бардак. В общем, мы же говорили, что ничего хорошего в Киеве нет. Вот как вам все-таки картинка видится? Кто это устроил, зачем и кому выгодно? Мы должны сегодня понимать, что враги будут использовать каждую проблемную ситуацию в Украине для того, чтобы еще больше распаливать ворожнечу. Тому нужна мудрость и вываженность. Сегодня, если не общаться с людьми, то будет очень большая беда. И те люди, которые пришли под администрацию, солдаты, они просто не говорили, им не говорили, когда что, нужно объяснить, какая ситуация в Киеве, когда они будут демобилизированы. А если просто держать их в позиции и ждать, и когда что-то мы вам скажем, это неправильно. Люди все понимают, нас люди не настолько глупые, как кто-то думает. Если говорить о событиях под Верховной Радой, то я думаю, это неэтично. При сегодняшнем складе Верховной Ради поднимать питание УПА, якое просто треба домовиться сегодня всем политикам, чтобы наступной Раде спокойно проголосовать, потому что люди воевали с нацистами, воевали с нацистами. А зачем тогда семь раз ставить вопрос на голосование? Как это настойчиво, я бы сказал, навязчиво, извините уже за такое выражение, делать спикер Турчинов? Знаете, мне сложно это зрозуметь, я не был там присутним все сейчас, но я понимаю, что многих просто сдают нервы, и для того, чтобы поднять свой рейтинг, берут святые речи и начинают их использовывать. Это не можно делать, это очень большой грех, потому что живых вы слышали с вопросом из зала, требует слово господин Таярко. Это не из зала, это один из гостей. Добрый вечер, я особисто дуже добре ставлюся до Андрея, я с величезной повагой ставлюся до политической силы самопомощь, я вважаю ее дуже перспективной, але я традиционно завжди буду задавать максимально незручные питания, навіть своим друзям, если это прямый эфир, у меня таке питание, оно интересно, я думаю, куплю людей, которые в интернете увидели Андрея Судового на дне народжения Януковича, по-перше, мне самому интересно, как туда пробраться, чисто тактично, потому что когда-то понадобится самому, когда будет новая злочинная влада, а нужно как-то пролезти. Первое, было задано вопрос Януковичу касательно как он относится к идее сносить А вы до сих пор хотите к Януковичу на день рождения? нет, 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 у нас будет новая злочинная влада, я в этом уверен, что у нас всегда будет в стране, это новая злочинная влада, мы никогда без новой злочинной влады не залишим с ним. Питание, про что была разговор с Януковичем, тут всех мерить позвали, или несколько, и от чем его удалось вразить пану Садовому, я думаю, все намагали вразить. Дякую за ваше запитание, это был 11-й год, когда было заседание Ради регионов, куда входят все министры, все главы областных администраций, областных рад и меры не больше мест, это было собрание в Крыму, нас всех повантажили в автобус и повезли на зустріч с президентом, который главой Ради регионов, это был его день народа, я с собой мав том послания митрополита Андрея Шептицкого, и когда кто-то дарил какие-то непонятные подарки, он был подивлен от моего подарка, я думал, что он его начнет читать, и, возможно, это его научит. Но я понимаю, что он его не прочитал, и закинчив как закинчив, знаете, Бог ему судил. А может, он сидит его. Говорят, он пьет. Борислав Березов, у вас вопрос. А может, да, может, действительно, взяли и читают. А может, книжка Иванович стоит, и требует уже долго читать. Андрей Иванович, вот не надо оправдывать. Это вопрос от Вадима Карасева. Не, не вопрос. Не оправдывайтесь. Мой друг Сергей Паярков, он имеет право задать такой вопрос, дай бог ему пройти свой округ, там, где он сейчас избирается. А вы баллотируете? Да. Сережа, Сережа, я хочу сказать, ребята, ну это все мелочи, ну был на день рождения, давайте думать об Украине, ну это все из прошлого уже все, ну давайте перевернем страницы. Поддерживай, поддерживай всячески, Вадим. Спросите лучше Андрея Ивановича, чем его партия самопомощь кардинально відрізняется от этих старых политических партий? О чем? Не потому, что там ренеоандационный пакет реформ, потому что там комбат, а взагалі программно, в прагматичном сенсе, в идеологичном сенсе. Я вам скажу, чем она відрізняется. Что нового вы запропонуете украинской політики? Новое. Я не розумеваю. Понятно. Нет, нет, это не реклама политичной партии. Нет, значит, у нас список, друзья мои, нет ни список, нет ни одного колешнего депутата и ни одного колешнего министра. Хай будут депутаты, но депутаты не в этом. Проблема в том, какая программа ваша настановка как вы видите Украину? Какая ваша политика новая будет? В чем ваша новизна? В чем вы пришли взагалі? Ваша самопомощь, Львовская партия, Дайте ответить. Вопрос по-либою. Можна додам, а где взяли гроши на телевизионную рекламу? 190 тысяч гривен в хвилина. Одна та часто порівнюють громадянскую позицию и самопомощь. Стану багато схожих идей. Люди из реанимационного пакета реформы и у вас, и у нас есть по-либою. Это здоровый глузд, чего мы не имеем. Потому что сегодня можно принимать очень хорошие законы, но если дальше будут те люди, которые грабили страну, и страна не поменяет, это сегодня нужны люди, которые имеют Бога в сердце, которые будут працать жертвовательно на свою страну. А те, которые идут в списках, они все понимают. Почему сейчас наезды на самопомощь? Потому что мы не понимаем для вас, дорогие друзья. Потому что у нас нет тех, с которым можно домовиться. Пожалуйста, сделайте еще один кром, чтобы вы были более зрозумелыми. Сколько денег? Вы не ответили, пожалуйста. Пожалуйста. Значит, мы встанем в середину этого тихо дня потратили на кампанию 20 миллионов гривен. Это в десятки раз меньше, чем в других партиях, которые идут. А кто дал деньги? Это те деньги, которые у нас есть участники списка. Я вам скажу, пан Данченко, датагруппы, которые у нас есть. Господин Садово, я вижу прощения, но это на 20 миллионов больше, чем потратил он в правый сектор. В своих декларациях. Я извиняюсь, но вы понимаете, что вы потратили на 20 миллионов больше, чем потратил в избирательной кампании правый сектор? У нас тоже как бы нет чужих людей, у нас нет... У нас партия нет того приглашения из Борислава. Про нас никто еще не знал. Одну секунду. Марк, Борислав, одну секунду. Я прошу здесь присутствующих учитывать одну техническую особенность. Четыре секунды задержки. Как только сразу начинают говорить здесь в студии несколько человек, наш гость вообще ничего не слышит. Давайте ему давать возможность отвечать. Будьте любезны, пожалуйста. Продолжайте, Андрей Иванович. В ответ на какое вопрос? На наших депутатов и кандидатов депутаты? Нет. То, что у вас нет бывших депутатов и бывших министров, это я, например, понял. Я вот, например, не понял. Ваша партия, она правая, левая, центристская. Вы консерваторы. Вы либералы. Вы социалисты. Вы антикоммунисты. Ну вот как-то вот так по-простому покажите. Скажите, мы правые антикоммунисты. Я понимаю. Вы были в коалиции с консерваторами, с россиянскими партиями. Понятно. Вы за то, чтобы повысить налоги или понизить налоги? Наконец-то. Наконец-то. Я за здоровый глузд, потому что то, что мы сегодня имеем в нашей стране, это висутствие взагалі. Хороший ответ. Правильный. Здраво у вас мух. Правильный. Универсальный. Маргрейс просит. У меня есть поддание по УПА. Это очень важная вещь. Да, да, да. Вот пожалуйста. Особенно для Львова. Андрей Иванович, вітаю. Мы с вами особенно хорошо знакомы. Андрей Иванович, вот меня дивует ваша позиция, что вы сегодня сказали про УПА. А сколько еще 100 лет ждать сейчас живых ветеранов УПА, которые вели на два фронта против Сталіна и Гитлера войну за независимую Украину, которая теперь есть и 23 лет не признает своих ветеранов так, как, не дай Боже, не признает тех, кто сейчас в складе добровольчих батальонов на Сходе защищает свою страну. Их не вызвали в військомат, их не призвали, у них не было заработной платни, они сидели в покрытиях до 50-х годов 20-го столетия, показавши приклад героизму, майже все погибли, а те, кто выжил, 25 лет провели в табора, и после этого на 14 жовтня ставится на голосование, и кто-то взрывает голосование по этому. Сколько еще тем живым ветеранам УПА, которых на моей родине Житомирске есть, много, ждать? Андрей Иванович. Сидор, давайте послушаем ответ. Я даю вам ответ. По-перше, вы прекрасно знали, что это вопрос не будет проголосовано и будет провокация. Вы хотели это использовать, и это очень большой грех. По-друге, Львов это единство в Украине, где каждый ветеран УПА мает доплату 1 тысяча гривен до своей пенсии. Я делаю все возможное и не возможное. Я вам гарантую, что в наступном парламенте этот закон будет проголосованный, и вы эти УПА будут вызнаны воюющей стороной. Марк, у вас был вопрос, попросили слово. От Марка Грейсия, который сегодня у нас выступает, как председатель, радикальный партий. Дайте слово. Господин Садово, вы очень много говорите о здравом смысле. В вашем избирательном списке есть тамбат Семенченко. Человек, который, невзирая на все донесения разведки, которые состоялись на совещании в кабинете Корбана, господина Корбана, это замглавы обл. администрации, и зная о том, что Иловайск забетонирован, а что у добровольческих батальонов, в том числе и у его батальонов, есть только легкое стрелковое вооружение, пойти в Иловайск, пойти в ловушку. Обречь на разгром, в принципе, лучших людей этой страны. И вы при этом говорите, что ваша партия представляет собой здравый смысл. А когда мы говорим об олигарках, ну достаточно... Якую за ваше запытание. Простите, если это совещание вел даже не военный, а господин Корбан, который является, как мы сами понимаем, представителем человека, который путешествует по Сардинии на Я. Та начинается и на Я заканчивается. Ну, да. Пиши на, пожалуйста, взял ответ от Андрея Ивановича Второсадового. Да, пожалуйста. Семен Семенченко – это украинский герой. Это и человек, который имеет загостренное чувство справедливости. И дай Бог, чтобы у нас таких героев было какого-то больше. Я понимаю, что вы там не были, а вы пользуетесь плитками и информацией, которую подает ФСБ. Я бы просил вас быть ответственными за эти слова, которые вы услышите. Это и украинские. Не ФСБ. Это и есть, Андрей Иванович? Все-таки вы сказали, кто сдал Крым? 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 Я думаю, что следующая комиссия, которая будет создана из инициативы самопомощи в наступной Верховной Раде, она это расследует. На букву Т начинается, может быть? Ну, как всегда, намеки и обещания ни одной конкретной фамилии. Хорошо, Андрей Иванович. Я прошу прощения, вы хотите вопрос задать, Алёна? Друзья, я так понимаю, что для вас сегодня садовый – это не больше беда и не больше проблем в Украине. Андрей Иванович, не перебильшите свою роль в истории Украины. Вы правильно думаете. Для вас это действительно большая загроза. АПЛОДИСМЕНТЫ Это вы к кому обращаетесь, Андрей Иванович? Дайте вот... Для кого, на ваш взгляд, вы... Я не вижу экрану, я не вижу, кто ее в студии. А, ну я стараюсь представлять. А здесь, как говорится, каждый тварь и по паре, извините. Здесь кого только нет. Здесь и представители партии «Блок Магитра Порошенко». Евгений, нам нужно двигаться дальше. Давайте попрощаемся. Правый сектор, я прям не знаю. Всех радикалов по паре. Принимаю на свой счет. Видимо, мне надо начинать бояться. Андрей Иванович, спасибо большое, на самом деле. Спасибо за то, что вы пришли к нам на сеанс связи. Я вам обожаю здоровую глузду. Спасибо большое. Я постараюсь... Постараюсь, ваше пожелание... Спасибо. Это был мэр Львова Андрей Садовой, который, правда, включался к нам в эфир из Харькова. Спасибо большое. Возвращаемся в студию. Уже и на Харьков он хочет. Уже и на Харьков положил глаз. Здесь есть актуальная тема. Вот, кстати, зашел разговор про господина Семенченко. Я хочу напомнить, что вот только что один из немногих, если можно сказать, практически единственный приличный российский телеканал, который остался, телеканал «Дождь», который, правда, вещает только в интернете, поскольку его за эти самые способности оставаться приличным отключили от кабельных сетей, показал сюжет, чрезвычайно любопытный, как раз про господина Семенченко. Вот отдельные фрагменты из этого сюжета, так сказать, выжимка, сюжет был большой, мы можем сейчас повторить. Семенченко Семенченко У него были какие-то графоманские истории. Сейчас Семен Семенченко уже официальное имя, он даже изменил документы. Но менять имена он начал еще, когда занимался бизнесом. Своим сотрудником Константин представлялся как Андрей Семенович, но окончательные перемены в образе у него произошли в марте. Как Семенченко он уже представлялся активистом самообороны Донецка, организовывавшим митинг в защиту Донбасса от сепаратистов. Об этом рассказывает Артем Фурманюк, который после митинга стал сторониться Семенченко. А его нам привел человек от самообороны Майдана, от Киевской. Который сейчас тушил его противник полный. Да он представил его нам. А то или то, он там Никотехина это все не выделил. Единственное, он выделил пару предварительных встреч. Он приезжал с самого первого дня, говорил, ребята, вы будете спать в спортзале, там какой-то там не спортзал или там какой-то курятник, на матах будете на грязной спать, в облезлые стены. Я вас буду фотографировать, потому что мне важно показать эти облезлые стены, чтобы люди мне начали пересылать деньги. Мы мотались по бизнесменам, по местным, по каким-то фермерам, по каким-то представителям администрации. Это только их заслуг. О том, что нам давали казарные, нам давали там какие-то подушки делать и передумать. Оттуда, от Семена, мы получали буквально какие-то копейки на хлеб. Были дни, когда у нас не было хлеба. Однако разошелся Семенченко и со старыми бойцами. Сергей Еремин не нашел общего языка с командиром в вопросах тактики и едва не лишился жизни. После этого два раза меня чуть не ликвидировали, один раз вообще круто. Я получил контузию, еле-еле выжил. То есть и поэтому... Но сепаратисты вы имеете? Да ну как? Нет, давайте без комментариев. Сепаратисты – это одно. А когда в кругу друзей ты выясняешь, что есть у тебя еще и враги, которые не просто тебе сказать что-то, а попытаются тебя спереть. Семенченко, если имеет какое-то военное образование, то оно абсолютно стоит в стороне проведения организации операций, командования операций, ну и собственно руководство операциями в бою как командира, как человека, к которому, скажем так, потянулись все патриотически настроенные люди, которые пришли защищать Украину. Только на одном счету в приватбанке, который открыт на его жену, который открыт на его жену, по состоянию на 12 или 13 мая всего года находился миллион шестьсот тысяч гривен. А кроме этого, там было еще масса электронных счетов. У меня вопрос. Вопрос. Я, конечно, понимаю, что деньги идут вроде бы как на благое дело. А когда будет отчет о финансовой деятельности? 14 сентября в Киевской области пропал без вести заместитель штаба батальона Александр Калашник. Выехал из части на машине и пропал в нескольких сотнях километров от зоны АТО. По словам подруги пропавшего, Калашник пытался расследовать финансовую деятельность батальона. А вы напрямую к Семенченко не обращались? Нет. Напрямую к Семенченко. А что мы с ним обращались? Только спрашиваете, что он говорит? Он говорит, что Саша предатель и говорить о нем даже не хочет. Вот это были фрагменты из материала, которые подготовили российские коллеги с телеканала «Дождь». Я так понимаю, что у нас здесь есть где-то у меня за спиной Вячеслав Ласенко, да? Вот вы же заместитель командира командира. Вячеслав, выходите, присадьте. Выходите сюда, воспользуйтесь моим спином. Просто я вам подержу микрофон. Вы можете подтвердить или опровергнуть этот рассказ? Ну, во-первых, для того, чтобы быть защитником нашей Родины и патриотом, по-моему, нету разницы, что заканчивать. Там гиг, гиг, иметь военное образование или не иметь его. Семен Семенченко продемонстрировал свои организационные способности, собрал батальон, организовал, выучил, скажем так, отдел обул, заручился поддержкой украинского народа. А то, что там перед выборами пытаются разыграть какую-то карту этого человека, я считаю, что это неправильно. Понятно, что, как мы видели в первых сюжетах, намного проще стоять возле Верховной Рады и воевать здесь, в Киеве. Намного сложнее там в зоне АТО, в том числе и под Иловайском. Батальон показал свою способность воевать, а Семен Семенченко к этому приложил непосредственно свою руку, свою энергию, свое здоровье, свои нервы. То есть вы не согласны с теми оценками, которые прозвучали в этом материале? Знаете, сейчас очень много людей появляются на телевидении, которые высказывают свое мнение, анализируют, проводят какие-то параллели. Большинство из них не было не то, что в АТО, а даже близко возле тех мест, о которых сейчас говорит вся Украина. То есть они продемонстрировали в основном малодушие, а теперь пытаются подыгрывать и российским спецслужбам, и всяким провокаторам. Семен Семенченко получал и знал о данных, которые ему предоставила разведка, военная разведка, о том, что в течение четырех месяцев Иловайск заливали бетоном. Четыре месяца. Завод работал на полную мощность для того, чтобы выстраивать укрепрайон. А у добровольческих батальонов, кроме стрелкового оружия, ничего не было. Он знал об этом и повел свой батальон. У меня к вам вопрос. Вы видели, как там что заливали? Вот я там был. Вы там были? Есть данные разведки, которые были озвучены. В течение двух недель я проводил, планировал и проводил там боевые операции. Любые боевые операции, которые мы планировали, они достигали успеха. Да, конечно, если бы мы получили более поддержку со стороны Национальной гвардии, Сбройных сил Украины, мы бы полностью очистили и продолжали, отвлекусь немного. Мы туда вошли согласно плана. Совместно с вооруженными силами Украины зачистить и лавайс, обеспечить там нормальную жизнь, восстановить украинскую власть, дальше продвигаться на север, с северо-восток, в сторону Харциска. И в конечном итоге совместно с теми войсками, которые двигались нам с севера навстречу, замкнуть кольцо вокруг Донецка. Ну, ответ понятен. Давайте к разговору привлечем Андрея Филоненко. Я просто хочу, как бы, некоторую черту подвести. В конце концов, давайте просто не хотелось бы углубляться в конкретную историю про и лавайска, потому что в конце концов работает временная следственная комиссия, о которой мы еще, наверное, вспомним сегодня. Но вы совершенно правы. У нас есть еще командир батальона Шахтерска, Андрея Филоненко, Андрею, который командир батальона Шахтерска. Добрый вечер. Да, послушаем вас. Спасибо. Да, военные утверждали, что там никого нет, что там 50 человек максимум. И военные посылали батальоны в Лавайск. То есть я тут, в этом плане я коллегу поддерживаю, но то, что они пренебрегли разведданными, справками, это факт. А посылали, да, военные. Они говорили, там, 50-30 человек максимум, идите вперед. На совещании это говорилось. То есть по итогу, кто же все-таки виноват в событиях в Лавайске? Я не прокурор, не судья. Я думаю, что комиссия... Но вы из фронта вернулись. Вы знаете больше, чем я. Я считаю, что виноваты военные и те, кто планировал эту операцию. Те, кто дал ей старт. А вот что за история, извините, с расформированием батальона Шахтерска? Я сегодня из прессы, из фейсбука узнал об этом. И как-то странно совпало команда расформировать батальон с моими показаниями в понедельник на комиссии, на парламентской комиссии. А что были... А какие показания вы дали? Если вы можете... Меня спросили о том, как планировалась операция, с чего все началось. Я сказал, что мы встречались в кабинете у Корбана. Это заместитель Коломойского. И там это все начиналось. Сначала совещание вел он. А потом уже присоединился Хамчак. И Хамчак уже дальше его заканчивал. Причем заметьте, что совещание вел абсолютно гражданский человек. Секунду, секунду, секунду. Марк, я прошу вас. Я хочу понять, а в чем его была роль? Почему? Это так, он действительно был главным на этом совещании? Господин Корбан. И не спросили ли вы у него, почему он ведет это совещание тогда? Ну, я лишь не могу бы спрашивать у него в кабинете, почему он ведет это совещание. Потому что это его частные армии были. Потому что это частные армии. Да, у нас все идет тому, что те батареоны, которые зарегистрированы там, они не имеют права ни поднять голос, ничего не сказать. Потому что они содержат, они дают кашу. И за эту кашу ты должен делать то, что ты договорил. Вот интересно, у нас за кашу, за кашу мы готовы платить кровью. Своей собственной кровью и кровью своих подчиненных. А может хватит уже вот эти частные батальоны, частные армии, надо делать нормальную, как бы государственную национальную армию уже? Может хватит уже? Безусловно. Пожалуйста, Алена. И тогда не будет вот этих вопросов. ГИК, НИБГИК, случайные люди, не случайные люди. Понятно, что таких условий... Ну, на самом деле, ведь я хотел бы просто в порядке вернуться к тому, что вы говорите. И потом, Алена, вам слово я вам дам. Просто действительно, когда террористы шли, как варелые, извиняюсь. Правильно, тогда да. Правильно, тогда да. Правильно, тогда да. Правильно, тогда да. Тогда да. Но сейчас уже, наверное, издевали позиции. Армия не строится. И, к сожалению... Ну, и батальоны тоже уже, понимаете, тоже воевать не могут. Становится препятствием... А они же уже в депутаты все ушли. Кто же воевать будет? А вы идете в депутаты? Нет, ну я в списке 31 номер. Вопрос, куда я иду. Остается... Вы, я вообще не знаю, что вы делаете. Алина, 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 до меня просит слово. Дякую, дякую, вот вы же на реплику, будь ласка. Алина Шкрум, кандидат за партию Бридьковщина. Ну, слушайте, у меня такое впечатление, что я сейчас находлюсь в паралельной Украине. Ну, почему мы снова говорим про какие-то детали, конкретные вещи, звинувачиваем один одного? Российская розвитка, украинская там, одна людина самопомощи, іншая людина. Ну, извините, но мы же должны говорить про ситуацию в государстве. Чому мы не бачим загальною картину? Ну, хіба от один Семен Семеновиченко в чомось вино? Ну, извините, я не військова людина, але я дійсно була долучена до роботи на ТСК, це ТСССР по контролю за поштами, які були використані на армію. Як з державного бюджету, так і оці кошти, які ми всі збирали, там 147 мільйонів гривень, які ми збирали по 5 гривень Семенських. І ще тоді говорили ми про ці всі проблеми. Говорив Бутусов, говорила я, говорили волонтери, про те, що немає нормального харчування, немає аптечок, немає нічого. Про те, що ми програли фактично війну за розум наших військових, тому що вони вже нікому не довіряють. Їх кормлять обіцянками, що вони підуть, що їх дадуть їм ротацію. Але, не вимачте, коли обіцянки повторюються 3 місяці, то це просто брехня. І тому був мітинг 13-го числа, тому ми зараз маємо ці проблеми. Тому став Силовець, тому що немає нормальної армії, немає нормального управління, немає міністра оборони нормального. І не було, і немає, на жаль. Чому ж ми не говоримо про згадальну картину? Немає військового стаду, немає дати про нашу державу. Чому ми говоримо про нашу людину? Наташа, ти хотів би речі, що... Альона, послухай Наташу, да. Для обвиненнях дело не в тому. Саме головне в цій ситуації, коли у нас гражданское лицо, заміститель глави обласної адміністрації, вдруг визомнил себе великим Жуковим, Ворошиловим, Суворовим... Суворовим... Клав Зеліцем. Клав Зеліцем. От, може? Ви бачите? Друг, барига, бивший, начинай зрулить полка. Так, але воно, друг, бачите? Так, але воно, друг, бачите? Тому, друг, бачите? Ну, ми ще самим будемо просилається, бачите в два тижні. Ще досить дуже і дуже рано списувати батальйони. При всій неоднозначній постаті Семена Семенченка, тут я поділяю підозри російських журналістів, у мене ще додаткові є. Але я хочу низко споряджуватися і вам, і вам, за те, що ви там є. Я говорила буквально за годину до того, як прийти сюди, за Анастасією Станко, це журналістка громадського телебачення, яка звідси не вилазить з лінії фронту. І я її питаю, от таке буде питання обговорюватися, що робити з батальйонами. Вона каже, без батальйонів неможливо зараз воювати. Масштабне дезертирство в армії, масштабне. В армії в Збройних силах до 50% зараз тікають з підрозділів. І ті, хто за контрактом, і ті, хто добровольцями пішли. Тому ми маємо підтримати добровольчих батальйонів. Ми, хлопці, за вас дуже-дуже вдячні і зболюємо. Дякуємо. Попри все, без вас неможливо. Во-первых, в несті йдуть депутати. Борислав Березе правий сектор. Я можу вам гарантировати, що зараз 93-я бригада сказала, що якщо правий сектор з аеропорта Донецького відходить, вони відходять теж. І на сьогоднішній день, це не секрет, я думаю, пари мені підтвердять, що те, що творять там в мальчишці, а це мальчишки реально, там є взрослі, там, це мальчишки 25-21 год. У нас щось приїхали несколько на ротацию, один з прострельними ногами, другой раненый, ще одна. К чому я так говорю? Що эти парни делают чудеса. І їх мотивация, без статуса участника военных действий, без денежних наград, без чого остального, гораздо выше, гораздо выше, чем у кого-либо другого. Более того, це героївам, треба сказати, скажімо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот, ще говорить, следующее могу сказать. Борислав, ну понимаете, кандаря тому героїзму, они прикрывают неспособность платить, неспособляют. Нет, это ж, понимаете, если бы мы выиграли, если бы мы выиграли войну, это один вариант. Господин Карасев, панику разводят те, кто обычно ничего не чувствует. Или не понимают. А какая паника? Где паника? Я вам предлагаю, на следующей неделе у меня как раз поездочка. Поехали в Песке, посмотрите все в глаза. Да при чем вы поедете? Я поеду. Музыку можно просмотреть. Проблема не в этом. Проблема в том. Солжа бы системная политика и работа нужна. Слушайте, ну давайте говорить о вкусе бананов севых, кто их ел. Вы же не военный. Чего вы это обсуждаете? Другий министр обороны. Вы понимаете, что это военная политика? Военными управляют политики. Не может милиционер коревать армию. И плохие политики, еще раз говорю, функция милиции защищает армию, видна. Я скажу, оружие тяжелое, красава. Еще раз скажу. Они на передовую. Не, 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 мы не пойдем. Сейчас, секундочку. Даже на лодпосты не пошли. Пошли бабушу брать. Я отвечу Бориславу. Я отвечу. Подлон в поезд. Реально. Борислав. То, что делают батальоны, это реально подвиг. То, что есть там проблемы, да, есть, где их нету. Но, я считаю, что государство обязано, если оно не готово предоставлять статус батальоном, обязано предоставить хотя бы страховку им. Чтобы если что-то происходит с героем Украины, с патриотом, который готов показать свою жизнь, и многие из них погибают, чтобы хотя бы его семья получила хоть какую-то компенсацию. Это правильно. Это правильно. Но, я хочу, буквально, на вашу реплику, говорите, вы же не военный, вы политик. Вы понимаете, что воины проиграют не военные, а политики проиграют. Потому, что политики управляют военными, политики от политиков занимают войну. Когда мы видим, что гражданские люди начинают дергать за ниточки военными, и тем более, находясь за 2-3 тысячи километров от места военных действий, стрелять. Армия всегда будет проигрывать. Она будет всегда терпеть армию. И они начинают руководить военными действиями, не ощущая, я не военный, но я понимаю, что такое страшно. Я был в советской армии, да, я знаю, что такое учение, мне было страшно. Когда человеку, которому ничего не страшно, ему страшно, когда его укачают на яхте, посылают на верную смерть, на верную смерть, то, что он считает своей частной армией, которую он может пожертвовать. Он сегодня пожертвовал одной пешкой, завтра второй пешкой. Кстати, была неплохая армия. И мы, и мы позволяем это. И мы сейчас говорим о частности, потому что не частность, а самое главное, это то, что мы позволяем себе в нашей стране заниматься всем. И колхозом, и армией, и балетом, и прочим, нескольким человеком. Нескольким человеком. Это как раз плохо, что пришлось сформировать буквально с колес батальоны. Спасибо, действительно, но сейчас это время пришло. Мы не можем воевать с регулярными войсками России. Мы не можем рассознавать. Давайте, Губер, это слово командир Шевчерска, но все они готовы с фронта. Ну и где мы? Ну и где мы? И вы, и я, вы, и толовые крысы, что вы сказали? Что не можем? пяти тысячи человек останавливают батальоны рашиста в аэропорту. 50 человек останавливают батальоны. А вы рассказываете, что наши бонусы в армии не может. Дайте нормальное вооружение. Подождите, это бой. Да нет, наслушайте. Дайте средства связи. Вадим, вам, 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 дайте беспилотники нормальные. Правильно. Это время, которое сейчас было на перемирии, или даст Бог, еще будет, его нужно использовать прежде всего на переоснащение. И никакая русская нас не победит. Переоснащение сейчас. Переоснащение, обучение, тяжелое вооружение. То, что закупает. Хорошо. На счетах Минобороны было больше 9 миллиардов гривен. Ни один контракт с оборонпромом не будет промачивающим. Вы в Верховной Раде обеспечите это. Еще как обеспечить. Да, хорошо. Русской армией воевать можно. Можно и нужно. На своей территории. Так. Чего не хватает? Еще раз, спокойно. Я считаю, прежде всего, что сейчас нужно переоснащать, обучать. Вот Семен Семенченко летал в Америку, да? Инструктора вооружения, лета, самолеты. Дальше. Инструктора какие? Американские? Инструктора профессиональные. Они могут быть любые. Израильские, американские. У нас нет разведки, у нас нет тяжелого вооружения, у нас нет вот эти все фаготы, это все позавчерашний день. Есть ракеты, да, но у нас есть луч объединения с шикарными ракетами, но никто их почему-то не покупает, никто их не снабжает. Нам нужно заняться своей обороной, иначе мы будем кормить другую. Николай, не уходите, никогда. Виктор Сереблюк хочет, чтобы. Я так, как действующий парламентарий, хочу еще внести, до речи, еще и працующий в бюджетном комитете, жодного разу, как Миноборона обратилась к депутатам, именно в боевых действиях, пора распредел денег, отмоги не было, но и ответили нам такую ситуацию. Я понимаю, сидит перед мной герой, можно сказать, человек, который там проводит много времени. Но аналитичная доведка Генерального штаба воинского говорит о том, что, чтобы мы хотя бы выравнилися до уровня оружия российского вояка, нам нужно миллиард долларов и десять месяцев времени, чтобы это переозброить, и дойти. Действительно, духу в нас хватает воювати. Воювати хватает духу. Но они не могут воювать с кулаками, идти на БТР или против Градов. Война сегодня же не вся. Безпилотники, война сегодня не вся. Это Грады, а это кошти. И кто сегодня, вы поделитесь больше на нашу государство. Сегодня приднестровский вариант в нас уже он есть по факту. У нас есть приднестровский вариант по факту. И мы сегодня не можем мы можем сегодня только ждать и просить и то, что сегодня и делается международной валютной допомогой, потому что сегодня, как говорили, частные армии и олигарки. Они действительно, если они не платят совсем в бюджет, а только за эти деньги, которые в бюджет не доходят, финансуют приватную армию и дают указки и гражданские люди, это действительно неправильно. Понятно. Секунду, Борислав, вы жили в Израиле долго, вы знаете, как создавалась израильская армия, это важный вопрос. Вот похожие варианты, они же тоже начинали с батальонов, правильно? Они вообще начинали с Аганы, это была армия вооруженная фактически тем, что осталось, палки-копалки и какие-то старые винтовки, но потом модернизация и достаточно успешные... А быстрая она была? Да, но у палестинцев нет ядерного оружия, надо тоже... Надо не давать. Хорошо, давайте я отнесу, меня смущают две вещи. Посмотрите, первое, что я увидел, сразу после назначения нового министра обороны, на всех каналах генералы начали кричать «Браво!» Это меня смущает, генералы довольны тем, что приходит новый министр обороны. И главное, это правильный человек, вот теперь мы точно заживем. И я напрягся, я серьезно говорю, я по-настоящему напрягся, потому что если тем, кто сейчас... Ну я просто знаю их неплохо, если это им хорошо, то поверьте, значит нам будет плохо. И второе, когда я летел в Америку, ко мне обратился господин Гелетей, можно говорить им хорошо, плохо, неважно, он обратился ко мне с просьбой провести переговоры по вопросу закупок 50 тысяч касок. Касок? 50 тысяч кевларовых касок марки Дюпонт. Кевлар производит, действительно, фирма Дюпонт, только это качество. Я приехал, выбрали, там два варианта было, один за 140, один за 160 долларов, каски, которые пользуются американской армией. Я приехал, привез, показал, выбрали, оставил, все забыл, все нормально. Мне звонят через две недели, говорят, оттуда вот, господин Береза, вы не партнеры. Я говорю, в чем дело? Где хоть кто-то, кто начнет переговоры? Я звоню Гелетейу, говорю, господин Гелетей, что происходит? Он мне говорит, Брислав, я все документы передал, кому? Туда. Я не имею отношения к Министерству обороны, я приезжаю в Министерство обороны, иду к руководителю, который отвечает за это департамент. Я говорю, где? Я отдал тому. Туда. В общем, грубо говоря, я покатался по карусели. Чем кончилось? Сейчас, я расскажу, сейчас финал очень буростой. Я говорю, скажите, можно покрышки нести в Министерство обороны или нет? Нашелся человек, который отвечает за все, без покрышек. Какой-то сил у тебя нет. Говорит, вы знаете, должна пройти экспертиза. Я говорю, какая именно? Должны отстрелять каски. Я говорю, когда? Две недели прошло, когда отстреливают? Вывезутся, каски отстреляли. А кто их при этом должен был надевать? Каски отстреляли на пятый день. Давно давно. Никто, нету координации, ходят по кругу. И потом мне звонят и говорят, вы знаете, каски не подходят, мы нашли другие каски, гораздо лучше. Не работающие... Я говорю, в чем лучше? А мне все равно, почему не закупаются? Объясните просто. Там производитель, вы нашли лучше. Там посредник местный украинский. Нам так удобнее. Прошло еще месяц, и я выясняю, и у того не закупили, и у этого не закупили. А зачем же эти телодвижения? Алена, за тем, что... Алена, просто поверите, что настолько... Пожалуйста. Розумите, я не могу просто поверить, пан Борезаш, настолько ничего не изменилось в державе. Я эту историю від волонтерів чую уже 2-3 месяца, и ничего не меняется. Ничего не выходит. У нас держава тримаются фактически на волонтеров. Переселенцев забеспечивают волонтери, армию забеспечивают волонтери. От тимчасова Слідча комісія Верховної Ради, яка робила якраз контроль за коштами, у меня был шок, когда я читаю звезд, я понимаю, что на армию было выделено майже 7 миллиардов, больше 7 миллиардов гривен. Из них освоено и вытрачено приблизно 61%. Мы питаем, делаем официйные заплаты, и пытаемся узнать, почему кошти не вытрачаются. 150 миллионов, которые вы дали смс-ками громадян, вытрачено 70%. Чому вы не закупаете те, что закупают волонтеры, и мы каждый день. И нам говорят, ну там организация погана, ну там на когось перенаправили, что-то не сделали. Но, в общем, это же має робить министр обороны и президент. В країне війна, в країне не мир. Олег, одну секунду, одну секунду, ради Бога. Я обещал Олегу полминуты на ревнику. Я хочу дополнить ситуацию, ну, вот, коментарий вашего поводу ВПК фактически по-нормальному страна должна тратить на ВПК не меньше, чем 5-6% ВВП. Это очень много. Украина тратит 2%, это мало, это минимум. 6% минимум. И сейчас мы тратим 2%. Поскольку на размере ВПК следующая часть нашей программы, господа, в следующей части нашей программы продолжим разговор о том, какой должен быть размер ВПК. Мы не прощаемся, оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо за аплодисменты, дорогие гости. Спасибо. Я напоминаю, вы смотрите политическое тук-шоу «Черное зеркало», которое вам представляет редакция подробностей и ваш похорный слуга Евгений Киселев. Я напомню, что в предыдущей части, которую мы начали вообще с разговора о том, кто стоит, кто может стоять за событиями, которые развернулись на улицах Киева в начале прошлой недели, кому это выгодно, и закончили, ну, скажем так, совсем другой темой о том, какой должен быть процент расходов на оборону в военном бюджете. Мы обязательно эту тему сейчас продолжим, но, прежде, пока мы не втянулись в дискуссию, которую потом невозможно будет прервать, я бы хотел представить очередную серию многосерийного мультфильма Ирены Карпы, которой здесь сегодня нет, про ватников. Давайте посмотрим. подробности но однажды случилось с ним страшное искушение. Выпав с одной дорогой машины телефон мобильный. И когда честный парень нашел его, автомобиль уже уехал. Пришлось забрать соби, ничего не поделаешь. Пришел он на совет старейших. О, пацаны, здоров, я тут телефончик отжал. Кажись, айфон последней модели, кому борогнуть-то? Да ты лошара, братан, это ж голимая Моторола. Отвечали ему неумолимо. А так и стало его в народе называть с тех пор Моторолой. Загрустил русский парень, на работу забив, депрессию уже почав падать. И тут случилось чудо. В витрине он узрел ее, надувную мечту. И тут же ее осуществил. Ну, в общем, идеально все было. Вона его не обзивала, всегда слушала и верна была. А чтобы не ушла к другому, можно всегда стути ноги. А так и жив бы Моторола, не зная горя, обсуждая с надувной женщиной Хайдегера. Но однажды любовь так переполнила ее, шо красавица триснула и с усвистом улетела. Зарыдав туди парень. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь та и туч, не видал ли, где на свете ты царевна надувной? Я жених ее. Постой, каже ему голом в голове, та ж улетела вона на юго-запад, на Донбасс. Куда Нецк прямо в аэропорт улетела. И там ниже до бандеровские фашисты в американский плен взяли. Будь мужиком, спасай ее и детей плодить. Заселяйте исконні русские земли. Давно вопрос, отвечав доблестный Моторола. Пойду. Тем более, с пистолетом он со времен бензобаком управляться в ней. И очолив наш Моторола загин боевых басники, жидкобородий и плюгаво бесстрашных. Ламать, рушить, стрелять у спину, мародерствовать на благородины. Все парни умили. Совсем героически вправлялись. Уже почти полміра завоевали, а недавно у любви командира так и не нашли. Американцы видать собі забрали сволочі як генетический материал. От тупі, то ж у Китаї делали. Ну да ладно, фортуна любить отчаянно. И как-то по-словянскому Моторола снова встретил ее, но даже лучшую, бож настоящую. Словянску женщину мечту він встретил. В два раза за себе більшу цити, до пояса, коняна скаку остановит і в гарячу избу вместо спа войдет. Холодну пору Лена грела Моторолу чем могла, помогаясь экономить на закупках спальников і подушек. Отменно варила вона суп красный із корня свіклы, который раньше тут по недосмотру по-бандерівськи называли борщ. Но и нору иногда показывала, прям перед свадьбой, кстати, руку ему зламала за буржуазное поведение. Но потом, конечно, герой исповедовался и все засчиталося за боевое ранение. Ну и канал «Росия-24» все подтвердив, а они ж таки никогда не сбрежли. А еще Моторола наш, как утверждают биографы, из почтенного рода происходят. Его прадеда сам Булгаков спевал. Герой наш эпический, самый прямый потомок Шарикова. Ну вы самі посмотрите, какой я способ. Не то, что у Царьова было, то и кажуть вообще самозванец. Он же своих детей за границу жить профессиям обучаться. Не, наш Моторола не такой. Наш за справедливость. И вообще он мечтал, чтобы наступило мирное время. Тогда каждой бабушке можно будет раздать столько мешков гречки, сколько внучек она кинула под укропевские танки. И если уже не Владимир Владимирович, то национальный герой подбает про генофонд и правильное осеменение. А Лена все поймет и простит, потому что на благо отечества. Да и прогнозы независимых медиа были вдохновляющими. Российские солдаты постепенно захватывают украинскую землю. Ага, точно. Каждый солдат приблизно два квадратных метра сдаток захватит. Все, мы все вернем России в зад. Ребята, заряжай. И ребята зарядили. Много, много красивых ракет. Но от сильного и склонного рвения так и получилось. Крошки в той биг немножко так через жопу. Но взрыв хороший был. Приличный. Сидят у то, головушки почернявще чухают. Усталые, но довольные наши друзья вздыхают. Видите, пацаны, если же то у нас такое творится, то что ж тогда в укропах? Наверное, нет больше укропов. И больше тоже нет. Наконец-то за шойгу ответили. И вообще, мальчики, лучший укроп это мелко нарезанный укроп в борще. Ой, извините, в красном супе из корня свеклы. Продолжение следует или туби континию. У вас профессиональные замечания? Да, можно сказать, профессиональные замечания. То есть, сделано все вроде бы прикольно, и вроде бы мы все прикалываемся весело, да, тут идиоты русские стреляют куда ни попадя, а в принципе расстреливали-то наши колонны. Расстреливали наши колонны и наши генералы ехали позади воинской колонны, которую смешно было назвать под Иловайском воинской колонной, потому что шли маршрутки и шли богданы, шли на танки. И генерал в забронированном приватовском автобусе из этого командовал вперед, вперед, ребята, вперед, на прорыв. Их пуляли по-настоящему, пуляли по-настоящему ракетами, накрывали, настоящими градами и расстреливали из настоящих танков. А генералы и некоторые командиры батальонов, в частности об одном я могу сказать, но фамилии сейчас не назову, об этом мы скажем несколько позднее, лицо которого расстреливается на бигбордах, слинял, слинял сразу же оттуда, залег в посадки, а потом бросил журналистов, бросил своего раненого водителя и вместе с генералом тихонечко слиняли оттуда. Мы можем прикалываться, это, конечно, весело и иногда очень полезно для поднятия боевого духа. Но то, что у нас происходило, это страшно. А звериные серьезности иногда не способствуют нормальной здоровой атмосфере общества, согласитесь? Нет, оно нужно, оно нужно, оно прикольно, но оно настолько на фоне скрывшихся обстоятельств ранит, ранит, по-настоящему ранит, потому что, когда смотришь хроники, записанные журналистами, там, которых бросили, просто вот бросили, раненого водилу бросили, генерал бросил, раненого водилу и слиняло тут. Генерал, генерал, который умышленно отправлял вперед маршрутки и Богдан. Фамилию таки не назовешь. Хамчак. То, что я увидел, тот вывод, который я сделал из просмотра 4-5 часов записи с его личными переговорами. Так, я обещал слово вернуть господину Гавришу, потому что осталась тема не закончена. Я закончил после Донбасса, то есть фактически что произошло? Мы потеряли целую кучу промышленных предприятий, во-первых, во-вторых, мы потеряли связи с очень важной, там, скажем, есть Авдеевский как сахимзавод, который был важен для других импетологических заводов, есть там тысячи других примеров, когда действительно то, что производилось на Донбассе, там, из одного мелкого предприятия там производить мотористическую продукцию и так дальше. То есть там убытки, я не знаю, их оценивал, я оценю, так сказать, до сих пор кончайная сумма неизвестна, но была оценка там 8 миллиардов долларов, были какие-то другие оценки, я думаю, это может оказаться и больше, и в конце концов мы не вложили... И можно догадаться, что уже другой премьер-министр это будет. Да, да, мы не вложили в свое время достаточное количество средств в то, чтобы вооружить армию, мы получили гораздо больше даже материальных убытков, не говоря уже о жизни людей, что, конечно, гораздо важнее. Поэтому... Так, сейчас 2% или 5%? Мы только что посмотрели социально, я оказался прав. Так? Да. 5%? Нет, 5% говорил мой коллега, я говорил... 4%... Максимально, да, максимально. Я говорил, 5% не допустим, Украина не может себе позволить тратить 5%, 2% нормально, но хорошо бы их тратить, а так, получается, деньги как в кубышку складываются и не тратятся на то, что надо. Все очень просто. Причина в том, что только 2-го липня уже война шла 4 месяца, Яценюк знал, что в час сделать військовое замовление. У нас минулого тижня была встреча на заводе Петровского с выборцами, так, и они сказали, что они, в свою очередь, отримали только на начале жовтня. И сейчас они просто уже не встегают выполнять это государственное замовление. То есть, тут есть прямая ответственность, ну, не встегают, ну, потому что есть определенный виробничий цикл. Понимаете? Так нам пояснили. И другая проблема, ну, те, что, ну, просто уряд увлекает, мне тяжело сказать, когда в стране война, что я важливающе за войсковое замовление, не знаю. А другая проблема, у Министерства обороны три тижни тому затвердили новый склад тендерной комиссии. на 100% тот самый, который был при министре Зрадникове Лебедеве, при министре Зрадникове Саламатиня. Абсолютно те люди. И знаете, там рассказывают люди, которые пытаются разместить какие-то замовления, тендер, что там стоят броневанные двери. И, в принципе, с корреспонденцией, с курьером неможливо донести этот тендер на замовление. Это тоже нам рассказывают на встречах с выборцами. Это наша пропозиция, громадянская позиция, оскільки Министерство обороны, структури Министерства обороны не впоралися с завданием обеспечения Збройных сил, нужно сделать так, как делается в некоторых странах. Просто отдать это приватным структурам, а в случае Украины отдать волонтерам. Тим, которые дошли к каждого бойца на передовую. Вот им и нужно отдать. Это величинная экономия. Сразу все олигархи станут волонтерами. Не, еще надо. Смотрите, я очень хорошо помню июнь месяц, встречу с президентом, где он говорил, я четко дал указания и киевский завод будет делать коллиматоры не по 500 долларов, а по 500 гривен, и они будут сделаны в ближайшее время. Это был июнь месяц. Мы сидели вместе с Юрием Берековым. Вообще не президентское это дело назначать церва. Но это его слова. Традиционно он дал слово, он сказал, что сделают. Сейчас октябрь месяц, по-прежнему коллиматоров так я и не вижу. Более того, последний раз коллиматоры нам передавал, такая волонтерская группа, как Народный Тыл. Поклон им в пояс. Хорошо, так вот я промотор сечу. А когда Олег Ляшко ездит с коллиматорами и подвозит их прямо на фронт, о нем говорят, что он пиарится и снимается на фоне, на синем фоне. Ну, господи, врагов много, значит, у него. Промотор сечу. Просто на Кирилл Ляшко ездить и иншины занимаются. Это же правда. Секундочку, послушайте меня. Вот, упомянули одно из, можно сказать, культовых предприятий украинского ВПК, да, мотор сеч. Вот как быть с ним, да, ведь? Подставляют двигатели России. Понятно. Подставляете двигатели России, другого рынка нет. Как быть? Ну, безумно. Пусть умирает? Безумно сейчас. Как вы думаете все? Вопрос ко всем. Я считаю, что сейчас нужно остановить поставки. Россия тоже делает на этом довольно-таки приличные деньги. Местрали те же самые, да? Да. И так дальше. То есть, сейчас выбора нет. Он прав. Недопустимо финансировать или комплектовать с запчастями врага. Ну, хорошо, давайте предложим по-другому. Представляете, Евгений, вы живете у себя в квартире. Я к вам каждый раз сломлюсь, и вы мне двери открываете. Ну, будете вы так делать или не будете? Не буду. Адекватно? Не будете. А мы открываем. Мы говорим, добро пожаловать. Ну, это неадекватное поведение. Телевизору увидел всех наших политиков. Кого в бронежилете? Кого возле танка? Кого возле БТРа? Кто-то стену трогает? Трогает так? Трогает это? Какая стена? Ну, это вообще фикция. Но так хорошо пропиаренная, что даже я начал верить, что ее можно сделать. И может, она даже нужна. А неужели вы там никакой военной техники сами не позировали? Что-что? Вот вы ведь тоже баллотируете? Нет, у меня нет фотографии, но это мои личные фотографии. У меня, кстати, еще одна вещь. Военной техникой рядом мне не позировали. У меня нет. Я хочу сказать, Артем Ильич, здесь потрясающе... Считайте, что вы записали. Эти выборы, эти выборы потрясающе показывают. Вообращение, на всех плакатах все в вышиванках. Если раньше... Нет, есть еще в кафе. Есть в кафе. Либо, смотришь, либо вышиванки, либо форма. Не правда тоже. А как на самом деле? Я хочу сказать... Да, вы в белом, Алена, вы в белом. Я хотел дополнить Борислава одним моментом. Я с вами согласна. Знаете, у нас очень многие политики, они... У нас здесь только один вышиванка, да, они допомогают... Он всегда был вышиванке. Он всегда ходил в мире. Один в камуфляже. Я даже на канале Интер на прошлой программе тоже был в вышиванке. Значит, я хочу дополнить одной вот яркой краской. Я всегда очень четко отличаю настоящего добровольца от политической устрицы, которая пиарится. Настоящий доброволец, он не помнит, сколько чего помог. А политики, они як шпак. В фильме Иван Васильевич меняет профессию. Три порция импортных, восемь бронежилетов отечественных. Они помогают для того, чтобы это все перечислить. Вот правому сектору, вот Олег Мольфор, я ему организовывал грузовик. Им передали в Днепропетровске. Вам передали. Я не помню всего, что там было. Потому что я каждый день занимаюсь, а я дурак не помню. Политики до рубля все помнят. У них выборы. А мы дураки не помним. И вот у нас с Березой есть одна общая тема, которую мы решили вместе затронуть. Она нам обоим близка. Это мой старый близкий товарищ по Майдану. И у нас ведь есть одна партия, которая, к сожалению, не представлена здесь. Мы ее хорошо знаем. Она у нас давно завелась. Это партия Гречкосеев. Она представлена совершенно разными политическими силами. Я пошел на выборы и вдруг обнаружил. Оказывается, покращение життя по Януковичу потихонечку начало наступать. При Януковиче, знаете как, ну, они были лгуны и подонки. Они выпускали сто тысяч тиража, указывали пятьсот, врали сволочи. Вот мы сейчас живем по-новому. Я не буду показывать от блока Порошенко. Я вам подарю. Тиража нет вообще. Понимаете? Вообще его нет. Мы живем по-новому. А потому что этот депутат Сольвер идет по моему округу. Оно лежит в каждом киоске. Мало того, послушайте, я вам дальше скажу. Вот газета того же депутата. Я вам ее тоже подарю. Там нету выходных данных. Послушайте, послушайте дальше. Но, Сольвер, послушайте, я вам дам все доказательства для этого. Я вас разрую. Вашу партию имейте мужество выдерживать. Я хочу сказать, это же не в одном мокруге такое. Это вот в всех округах. Вот я, например, по троечному баллотирую. У меня та же самая проблема. Депутат от партии Петра Порошенко, от блока Петра Порошенко, мы его поймали за руку. Ну, не его лично, а людей, которые раздавали гречку. Вызвали, в милицию приехали. Я думаю, что он точно дал партию. Конечно. И у нас понимали. Малые нравственные, кто противался блок Петра Порошенко. Приехали люди. А дальше, что происходит? Пробокативно. Все каналы приехали. А дальше происходит интересная вещь. После этого появляются тетушки. После этого появляются непонятные тети люди. Критики взялись от тетушки в блоке Петра Порошенко. Вот видите, все все... Давайте я закончу, я вам объясню, где они взялись, наконец-то. Послушайте, закон очень жестко ограничивает всех нас. Мы не имеем права нарушать. Мы не можем оказывать бесплатные услуги избирателю. Не можем. Депутат от вашего блока уже второй месяц бесплатно возит людей в Киев. И оказывается, когда мы потащим его в суд, и вот здесь, ребята, начинается самое интересное. Когда мы возьмем и скажем, что Гитлер расстреливал евреев, а Гитлер нам говорит, это не я. Это фонд благотворительный имени Гитлера, а я тут ни при чем. То есть, это фонд имени Гитлера. И смотрите, все, Альвара, у нас дарят скорые помощи, пожарные машины. В Европе за это наручники и тюрьма. А у нас в Речкосеи объединились. Вот сейчас еднатыйся, всех партий, всех сил, ну, не всех, извините, не всех, не всех, но сейчас еднатыйся. Я сейчас от миллионов украинцам скажу этому сальварью, блин, как вы заеднали уже, заеднали на всех. Поэтому через год разогнать чертовой матери. Потому что, извините, вот этого, навалом. все, 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 все. Винность озвучала у тех, у самих людей, которые тут звинувачивали в чомсь блок Петра Порошенко. Вы абсолютно правильно сказали. Я хотят яну до суду. Окремих ваших представников. И я подав скаргу в ЦВГ. Мне досі навіть не перезвонили. Навіть досі не было звинка. претензия к вам не лично. Ви за нас не к вам не к вам будет полипалитична пандемия. Ваш блок нарушает сейчас не весь блок либо персональный блок. Что нарушают окремі люди как миди в суд. Ви ласка. Только проблема. Вы будете как вы в суд подавали при Януковиче? Вы сильно выиграли? Вы что, хочете сказати, что зараз те же самое відбувається? Да, те же люди. У меня есть документ. Гирше отбывается. У меня есть документ. Я вам его тоже подарю. Отбывается гирше чем при Януковиче. Это судовое решение. Это судовое решение Фастовское. В Фастове есть такой мер. Он, знаете, красную книгу нужно заносить. Это мер. Тричем мер Фастова. Он живет в трикимнатной панельной квартире. А телефон у него дешевше чем у тебя. Правда, он один в красной книге у нас будет. Так вот цей мер выдавал газету за часами Януковича. И знаете, что он писал? Янукович олигархо-фашист. Знаете, что ему за это сделал Янукович? Ничего. Он ее раздавал. А знаете, что сделал Сольвар? Кандидат подав в суд. Тираж и взяли и заборонили друкуватися. Послушайте, ну Сольвар это же король величина. Это не какие-то дребненькие Порошенко или Янукович. Они втрибают критику. Сольвар написали в прокуратуру. Сегодня в прокуратуру написали заяву в СБУ. Ваш кандидат подозревал в спиртство. Сегодня заяву в прокуратуру. Написали в партии Ляшка. Кандидат в партии Ляшка. Мы уже ушли из эфира. Хорошо.